Всем добрый день, Жанн Анатолий Алексеевич, уважаемые депутаты. Ну, в принципе, к представлению законодательства главы я готов. Уважаемый регламент, но все-таки попрошу депутатов, Анатолий Алексеевич, вас лично дать мне буквально 2-3 минуты информационно доложить мнение главы по поводу того, по поводу представления ежегодного отчета главы. Тем более, несколько депутатов здесь поднимали в подпись. Если разрушаете, я кратко информационно доложу, без обсудения, мне ничего. 1-3 минуты, ну, пожалуйста, если не возражаете, пожалуйста. Ну, депутаты уважаемые. Не, а зачем? Мы обращались вообще, группа депутатов обращалась к Анатолию Васильевичу Казачко. По этому вопросу. А куда вы переправили, это нас не интересует. Мы от вас ждем ответа. Мы же вам написали письмо. А тем более... Я ответ направил Анатолию Васильевичу. Установленные сроки. Ну, сейчас буквально 2 минуты. Ну, а зачем? Вы же не глава. Если был бы глава, мы бы его послушали. А представители главы зачем? А сейчас должно быть письмо, которое мы давно уведомим. Я поэтому сейчас прошу, прошу депутатов... У вас пока основания нет. Депутаты даете мне, если... Уважаемые коллеги... Нет, не даем. Давайте так мы говоримся. Ну, если 2-3 минуты от имени главы просит... Нет, если у уважаемого докладчика есть официальное письмо от главы, что он уполномочен это делать, то мы согласны. Повестки этого нет, я прошу так. Уважаемые коллеги, перед нами представитель главы республики... Ну, и что? В народном гурале, уверен, у него есть полномочия... Законодательный орган республики Калория, это параллельная власть, вы загружаете об этом. Антолий Васильевич, зачем нам выходить из повестки? Раз повестки этого... Вы сами нас учите, нет повестки вопроса, нечего и рассматривать. Ну, если, уважаемые, если уполномочен вам 3 минуты сказать, ну, давайте мы уважение друг к другу какое-то иметь, прошу, давайте проголосуем. Кто за то... Давайте сделаем так. Я не буду, что вы еще раз, давайте представим... Да, давайте, да, раз, раз, раз... Хорошо, хорошо. Нет, я как раз большинство. Пожалуйста. Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты народного права, вашим вниманием представляется законодательства главы республики Калмекия. По проекту о внесении изменения законов республики Калмекия о государственных наградах республики Калмекия. Проект законов республики Калмекия о внесении изменения законов республики Калмекия о госнаградах республики Калмекия разработан в следующий день республики Калмекия, новая государственная награда республики Калмекия, ордена Басана Городовикова. В соответствии с частью первой статьи 5 Закона Республики Калмыкия, Учреждение Государственного Града Республики Калмыкия относится к полномочиям народного курса. Законопроектом предлагается статью 3 Закона, устанавливающего перечень Государственного Града Республики Калмыкия, дополнить новым пунктом 3, включающим Орден Басана Городникова в Системе Государственных Град Республики. Также законопроектом предлагается внесение изменений в частью вторую статьи 5 Закона, в частью устанавливающего полномочия Главы Республики Калмыкия по утверждению описания и образца Ордена. Кроме того, законопроектом предлагается введение новой статьи 7.1, устанавливающей статус Ордена Басана Городникова. В частности, статья 7.1 предусматривает основания награждения Орденом Басана Городникова, среди которого заслуги развития сельского хозяйства, строительства, транспорта, укрепления правопорядка, законности области культуры, новой литературы, активных действий, развития гражданных связей, республикованных заработок и другие основания. В статье 7.1 также устанавливается порядок ношения Ордена, недопустимость повторного награждения Орденом, а также наличие удостоверения к Ордену. Кроме того, законопроекту уносит изменение в часть 1 статьи 15, запрещающей учреждения и изготовление Орденов, имеющие сходство по внешнему виду с Орденом Басана Городникова. Принятие данного закона потребует дополнительного расхода средств республиканского бюджета на изготовление Орденов и банков. Принятие закона, унесение изменений в законе республики Орденов и государственных наградах потребует применение, принятие правового акта главной республики, становится описанием и образец Ордена Басана Городникова. В принципе все, уважаемый депутат. Вопрос, пожалуйста, представителю главы Араша Алексеевича. Пожалуйста, вопросы по данному законопроекту. Уважаемый Араш Алексеевич, у меня краткий вопрос. Скажите, пожалуйста, в предложенном проекте закона мы не нашли ни проекта эскиза, ни описания, ни финансово-экономического обоснования, сколько средств потребуется для реализации данного законопроекта. У меня вопрос к вам, как данный мальчик. Спасибо. Ответ, вопрос принято. Значит, мы после того, как Народный фурал учредит государственную награду, соответственно, после этого, я как до этого говорил, будет подзаконно нормативный акт главы, который как раз будет заниматься уже и проведением конкурса по описанию, по образцу и так далее. То есть сейчас мы до принятия, до учреждения закона таких действий принять не можем. Уточняю, Араш Алексеевич, но я не получила ответ, поскольку в соответствии с действующим законом о Народном фурале, субъект права законодательной инициативы, вносит законопроект, соответствующий тем требованиям, которые, в принципе, уже изложены в законе. Поэтому у меня, соответственно, и вопрос, как тогда, если у вас нет на письменном носителе, но на бумажном, скажите, какова стоимость предполагаемая и какой эскиз описания будет? Я понял, согласен, после принятия закона, тогда будет подзаконно, где будет создана комиссия, соответственно, и комиссия будет работать в части разработки образца ордена, эскизов, оценки его. Это будет регулироваться уже дальнейшими подзаконными нормативными актами. Мы сейчас просим, да, вот выходим в законодательную инициативу, учредить этот вид награды и включить в систему наград Республики Калмыкия. Сейчас у нас, от чего это пошло, инициатива, значит, на комитете по празднованию 100-летия Пасана Горякова, это было, значит, 11 ноября 2020 года, это было оформлено протоколом, потом обращались многие общественные организации, соответственно, вот, ассоциации поисковых отрядов, Калмыцкое региональное общественное движение ветеранов-строителей железного дорога, Танки-Изляк, Атаман Калмыцкого казачьего округа, руководители ветерановской организации Ордена безопасности, они были у нас, предлагали, соответственно, мы им объяснили, прежде чем начать работу по этому, значит, по ордену, соответственно, да, учредить закон. После этого, соответственно, будут остальные, дальнейшие будут регулироваться подзаконными актами. Пожалуйста, еще раз. Раша Алексеевич, никто не осказывает ни оскорбинность принятия, потому что эта тема действительно очень актуальна в республике, это тема патриотизма, которую, в принципе, депутаты Народного Курала и СССР говорят. Мы говорим о том, что депутатам Народного Курала должно быть представлен качественный проект закона, который вносится субъектом законодательницы, и вот о чем он говорит. Я вчера, Саглари Александровна, на комитете объяснял, что прежде чем начать эту работу, нам необходимо учредить закон. Учредить, бить награды. А после этого уже объявлять конкурсы и все это. Ну он объяснил, такой подход, другого нет. Пожалуйста. Анатолий Васильевич, вы же к нам придираетесь, что не в той форме поданы документы. Вот Саглари Александровне, вы делали замечание, вот сегодня же, что неправильно оформлено предложение. Здесь то же самое. То есть нет пояснительной записки, ну он устно объяснил. Нет финансово-экономического обоснования, правильно она говорит Саглари Александровна. И вы, тем не менее, вы принимаете. Вот если что-то сверху, вы прям расстилаетесь. А если инициатива снизу, вы начинаете нас душить. Согласны, да? Я хочу сказать, вот по награде, конечно, награда это очень почетная будет, я думаю, если вы не дискредитируете так, как вот звание Героя Калмыкии. То есть начали там футболистам присваивать за забитые голы. И все это привело к тому, что нивелировалось это звание на сегодня. Так, я, допустим, если бы даже меня представили, я бы отказался. Но вот от этого ордена я не откажусь. Поэтому я считаю, что надо действительно присваивать достойным людям пожелание такое администрации главы, чтобы вы его утвердили, вернее мы утвердим, а вы обеспечили нормальную ценность этой награды в народе, чтобы действительно получали достойные люди. Мои пожелания. У меня есть вопрос. А вопрос, пожалуйста. По поводу названия. Вы говорите орден Басана Городовиков. Правильно я понимаю? Да. А почему не Басан Владимирович Городовиков? Я вот думаю, что с ним у него тоже Басан Городовиков. Знаете, для того, чтобы я понимаю, почему Басана, и не просто Городовиков, потому что есть Акар Иванович Городовиков. Но тогда возникает вопрос Басана Городовиков. Тогда даже есть уже полная фамилия и имя общества, чтобы присутствовало название, наименование ордена. Орден Басана Владимировича Городовиков. На мой взгляд, это будет верно. Это принимается, да. Я помню. Замечание есть. Если оно возможно в обсуждении, то да. Вопрос правильный, да? Правильный. Мы принимаем. Уважаемые коллеги, я в порядке, значит, предложение. На мой взгляд, мне кажется, орден этот необходимый, может, ждать. И я поддерживаю коллеги, значит, и те, кто докладчик, о том, что это. Это первое. Второе. По значимости этот орган должен стоять первым. Орден Лотоса, на мой взгляд, его надо, значит, убрать вообще. Почему, я вам объясню. Значит, он еще в 90-е годы стоил 400 тысяч. Понимаете? Сколько? 400 тысяч. Начиная с... Да, да, да. Ну, что там, бриллианты, наверное. На сегодняшний день я тоже говорю. Он уже не 400 тысяч, он стоит больше. Почти не больше. Поэтому, знаете, у нас, как-то, что-то разорительное получает. То ли мы, там, знаете, награждаем людей, значит, как вот с царской империей, с бриллиантами, со всеми делами. Хорошо, это, конечно, когда мы можем, бюджет может позволить себе такие вещи. На мой взгляд, кажется, может быть, не сегодня, но в любом случае, когда орден будет учредаться, он должен стоять под номером один. Второе, надо же. Вот у нас есть звание, значит, героя, ну, или калмыки. На мой взгляд, мне кажется, героя коммуники не орден на дорогу, значит, как бы, ему должен идти, а орден, но сам под номером, и, более того, значит, там дальше, значит, орден награждается, значит, и другие люди, значит, только чисто орденом. Прошу, значит, учесть, и я думаю, докладчику тоже будет, значит, посмотреть там, и действительно нести предложение о том, что необходимо прозить орган, значит, Белого возраста, а орден Гордыкова, значит, поднять по статусу первого, значит. Если вы желаете... Потом, я поддерживаю, значит, нам, Савель Викторовича, орден Белого возраста, звание героя, мы, в принципе, на сегодняшний день, ну, скажем так, опустили в такую степень, что сегодня, значит, награда, тот человек, который он награжден этим, значит, он не чувствует, что, действительно, эта награда такая весомая для него, и для всех. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, вот, я думаю, когда по Басану Бадминовичу БВ, я так думаю, что здесь предложение, наверное, стоит того, чтобы внести коррективы, я здесь с предложением тоже так солидарен. Думаю, если решение комитета будет озвучено, и мы в праве, в форме, так сказать, добавите замечаний, то давайте это сделаем. Решение комитета. Уважаемые коллеги, но часть вопросов, которые сейчас возникли, они обсуждались на состоянии комитета, связанных с созданием комиссии, отбором автора, эскиза. Мы сейчас дополнительно озвучали еще замечания, связанные с названием ордена, но с учетом этого, комитет рекомендует принять данный законопроект с учетом положения. Уважаемые коллеги, вот с учетом замечаний, парнищ, ограничения, оглашения комитета, все же таки, мы сейчас его уже утверждаем название, поэтому, наверное, есть смысл, все таки, Басан Бадминович Радовикова, имени Басана Бадминовича, внести решение комитета по предложению, сейчас в форме реплики, ну, как положено, по регламенту. Более всего, у меня все-таки реплика, значит, обозначенности, мы сейчас закон меняем, там, значит, где он, в каком стаду еще будет, после ордена идти или где он, где он написал? Это будет решать комиссию? Как комиссию? законопроект не после Белого. Там, значит, ситуация такая, у нас орден Белого Родца, соответственно, и орден Басана Бердовича, больше там нет орденов, дальше где-то ниже идет подсчетные граждане республики. Если так посмотреть по Иранке, по законам посмотреть, там понятно, что он будет вверху сперекать. Хорошо, спасибо, уважаемые коллеги, я прошу голосовать карточкой. Кто за принятие этого проекта постановления, прошу за. Подождите, с внесенным изменением... Проект закон. Я извиняюсь, сказал проект постановления, проект закон. За все. Единогласно, спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Хорошо, Алексеевич, присаживайтесь. Мы рассматриваем следующий вопрос. Проект постановления народных Урала об отчете министра внутренних дел по республике о деятельности подчиненных органов внутренних дел за 20-й год. Вносится председатель народного Урала, докладывающий Сергей Анатольевич, министр внутренних дел. Мы давайте так, мои документы разослали, вы получили, работали, я думаю, как положено по регламенту до 15 минут и затем вопросы и выступления и принятия документов. Пожалуйста. Уважаемый Антон Горькович, уважаемые приглашенные, соответствующие с нормой российского законодательства основной цель нашего сегодняшнего отчета является не только информирование о состоянии правопорядка в регионе, но и укрепление взаимодействия полиции, государственные, муниципальные, органы, общественные, объединениями, организациями, гражданами, выреждения, правонарушения, обеспечения правопорядка и противоположных преступлений. Используя трибуну парламента, хочу привлечь внимание к вопросам, решение которых зависит от уровня взаимодействия всех людей и власти, влияющих на состояние преступности и правопорядка. Начну свое выступление с такого важного направления деятельности, как представление государственных сетей. Орган муниципальные дела в этой сфере занимает одну из ведущих муралей в системе организации и муниципальной власти по их потребностям для граждан. Данный вид деятельность Орган муниципальные имеют высокую суциальную значимость для населения. В 2020 году нами оказано свыше 100 тысяч государственных услуг и в доле в электронном виде составило 72%. Все территориальные органы МВД России в Республике Калмыкия достигли установленного указаном президента России уровня удовлетворенности граждан качества предоставленных услуг и подсвыша 70%. Несмотря на важность данного вопроса, не менее значима наша задача это обеспечение правопорядка и безопасности регион. В отчетный период активно велась работа по совершенству издавлятельных основ прохранительной деятельности. В причастии правовой службы в Министерстве в Ваде уважаемые депутаты принято с ними регионально по закону ЗАГС затрагившие различные сферы деятельности узнанных интернет-делов. Корректировано содержание двух нормативных документов про творящих требований кемпроводительного законодательства. В целом в 2020 году обеспечено решение всего комплекса задач определенных качеств и приоритетов. Наша Республика полномерно идет по пути улучшения жизни его жителей и одним из основных элементов в этой является конечно их безопасность. По результатам исследования проведенных сторонними организациями в Камыкии 54,80% опрошенных респондентов высказали уверенность защищенности граждан от преступных постигательств. Для откровнения аналогичный период прошлого года данный результат был 46%. Безусловно это заслуг не только сделан результат в координированном совместном усилии ведомства правоохранительного блока органов государственной и муниципальной власти высокого уровня взаимодействия. Кроме того есть понимание наших проблем и подвеска их решений страны руководства республики сегодня куда-то суток. Увеличение на 2,5% общего массива регистрирования преступлений не дает повода и корреческого вывода об обострении общей временем ситуации. Данный процесс был предсказуем и основная его причина это резкий рост преступлений с использованием современной технологии. Средств реальность интернет он наблюдается в последние годы и в 2020 году их количество выросов почти в два раза. Данная ситуация наблюдается в целом по России. Без учета киберпреступлений массив тяжких особо тяжких преступлений заметно ниже. Значительно меньше задействованы таких резонансных преступных деяний как помощное причинение тяжкого ряда здоровья и смертельного схода и изнасилования а также грабежей и краж в том числе квартирных и угонов автомобилей. Обратите внимание многие из них имеют самые низкие значения за последние 5 лет. Аналогичная картина по ряду уличных преступлений представляющих наиболее отлично опасность. В минувшем году несмотря на объединенные ограничительные мероприятия значительные силы и средства оборудования внутренних днем задействованы в период проведения крупных общественно-политических иных массовых мероприятий. В проведении 679 обеспечено проведение 672 таких мероприятий. Так обеспечена охрана общественного порядка общественной безопасности в период проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений к институту Российской Федерации и единого дня голосования. Основные усилия были сосредоточены на предупреждении попыток совершения противоправных деяний экстремистской направленности и туристического характера, а также массовых нарушений общественного порядка. Объективность вывода о стабильности оперативной обстановки наилучшим образом подтверждает мнение самих жителей Камуги. Республика заметно улучшила свои позиции по эффективности деятельности органов по защите личных и имущественных интересов граждан. Увеличив процесс по этому критерию в 39,2% с 2019 на дом до 47 на 2020 году. Данный результат явился также следствием комплексной системной работы по раскрепению преступления, а также достаточно высокого уровня организации обеспечения безопасности при проведении значимых общественных мероприятий. Всего за истящий год органов интернедел края отработано более 37 тысяч заявлений о преступлениях и правонарушениях. Это на 3,5 тысячи больше уровня 2019 года. С учетом имеющихся уровня комплекта нагрузка достаточно ощутимая. По каждому 16-му сообщению было принято решение о возбуждении уголовного дела каждое пятое отработано в административном порядке. По 11-м сообщениям были приняты решения про решение граждан административного ответства заложенных вызов специальных слов. Расследованы почти 2 тысячи преступлений и каждое пятое из них относится к тюрьме тяжким и особо тяжким. В целом и во многих видам процентов расследований заметно выше среднероссийских показателей. Особенно хотел отметить эффективность работы наших сотрудников принес участие в розыске и избежании особо опасных преступников совершивших побег из колонии трогого режима республики Дагестан в сентябре прошлого года. Благодаря инвалиды отчимом в Русском районе в студентном процессе подсудимый отрицал свою вину пытался уйти от уголовной ответственности за умышленное наказание в виде решения свободы сроком на 14 лет. И таких примеров не мало. Опыты вырованная методика позволили увеличить количество расследованных преступлений совершенных с использованием информационно-технологий. Однако нет повода для самоуспокоения. Уже поставлены соответствующие задачи по активизации работы в данном направлении. С учетом вызова современности в территориальных органах в аппарате Министерства создано специализированные подразделения по документированным расследованию данной категории дел внедряются в современные методы отказывания противоправной деятельности преступников. Вместе с этим считаю необходимо обратиться к вам уважаемые депутаты за поддержку по увеличению финансирования в рамках государственной программы Республики Калмыки против правонарушений включить мероприятия поинформировали население о новых способах мошенничества. Убежден, что совокупность принимаемых мер будет способствовать правовой грамотности наших жителей, особенно самых незащищенных ее слоев, лиц преклонного возраста и инвалидов. Год прошел в несерьезном проявлении экстрементной терроризма. Это прямой результат работы правонарушений структуры во взаимодействии с органами исполнительной законодательной млади Республики направленной на их упреждения. За преступления промышленник триминской направленности терроризмического характера к уголовной ответственности прилечено одно лицо к административным пять лицам. Проводилась целенаправленная работа по разобщению преступных групп. За совершение 19 преступлений к уголовной ответственности прилечено 24 участников организованных преступных групп в наиболее поддержанных сферах таких как незаконный оборот нахватив и упаление экономик. Задокументировано почти 255 наркопреступления, действия которых были совершены в составе организованных групп. Прещена деятельность межрегиональной организованной преступной группы, организовавшей канал поставки наркотических веществ из Республики Калмонки и Встроконского область. Также причина деятельность трех организованных преступных групп, оставляющих вспыхт наркотиков на территории Республики по средствам интернет-магазинов. В последние годы получилось сверхактивное распространение так называемых синюсов, жевательного табака, эмологичных умов без табачных, никотинно содержащихся смесей, а также электронных систем доставки никотина, которые в силу своей доступности, дешевизны и легальности стали популярны в подростковой среде. Уважаемые депутаты, хочу выразить вам слава и благодарность за оперативность принятия регионального закона о запрете их свободной продажи несовершеннолетних. Уверен, что данные меры вынуждены и относительно сократить неконтролируемость в стране никотина, содержащей смеси на территории региона. Следующее направление, которое были направлены у Тирио в окнотных дел, это выявление и предупреждение значимых динамических преступлений, обеспечение защиты экономических основ государства и интересов бизнес-сообщества. В 2020 году органом принадлежат документированные 201 преступления в экономической среде, что составляет порядка 71% от выявленных всеми правоохранительных органами. Возрасток количества выявленных экономических преступлений в связи с их готовым обязательным со ста 17 до 145, в том числе совершенных крупных, особенно крупных разными, с 58 до 82 преступлений. Совместно с другими структурами и контролем надзорными верностями на правительные мероприятия по защите от криминальных ситуаций бюджетных и небюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов и государственных программ. Предпринятые совместно с прокуратурой Республики Калмоги и Аргентонной практическими мерами выявлены два преступления, связанные с течением бюджетных средств и выделяемых на реализацию национальных проектов. Обеспечено размещение более 130% от общей суммы установленных ущербов экономических преступлений. Усилен контроль за ситуацией в 19-й сфере, где сохраняется высокий уровень правонарушения. Большое значение продается топливно-энергетическому комплексу. В отчетных бюджетах в этом направлении выявлено 9 преступлений. Сокременность выходит из причинения коррупционных преступлений, в том числе страны и представители органов исполнительной власти. Выявлено 13 преступлений, связанных с прямой коррупцией. Продолжено проведение мероприятий по противодействию незаконному и горному бизнесу. Деятельность подкольных игровых залов и казино, благодаря успешной борьбе с ненавистью регионов, удалось свести к минимуму. Причина действий с организованной преступной группой на протяжении года, осуществляющей незаконный действий по организации проведения азартных выявлений с использованием игрового оборудования в режиме казино и двух игорных залов, расположенных на территории города Элистей. По данному факту, возложено два уголовных дела. Значимым было и остается вопрос подростковой преступности. Несомненно, положительный эффект от реализованных контекстур регионов и протяженных мероприятий всех субъектов есть. Уменьшилось количество подростков, преступивших закон, сократилось количество несовершеннолетних ранее совершавших преступлений. Вместе с тем, уровень совершенных демену преступлений показал на мигуруска на 25,5% и составил 3,5% от общего количества совершенных преступлений. Что превышает уровень южного федерального опыта, где уровень данных преступлений стоит 3,4%, но ниже чем в Российской Федерации, где в данном уровне стоит 3,7%. В связи с этим, уважаемые депутаты, вынуждены обратиться ваше внимание на то, что финансирование, выделенное на профилактику подростковой преступности в рамках программы снижения криминализации общества, государственная программа профилактики правонарушений, составляет меньше 6 миллионов рублей, в год которых предназначены, собственно говоря, для обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, посредством для доставления студенций местным бюджетом, не более того. Проведенный анализ подростковой преступности выявил также негативное отклонение в сторону криминогенной ориентированности подростков, ранее не попадавшей в поле зрения правоохранителя. Уважаемый в суд данное направление требует детальной и комплексной проработки и более значительного финансирования. Для профилактики и рецидивной преступности в полной мере задействовался институт административного надзора. Всего в прошлом году на учете состояло 169 лиц и 105 лиц формально попадающих в административный надзор. За несоблюдение установленных судов и ограничений и обязанности к административной ответственности пролечено 127 поднадзорных лиц. Уголовная ответственность – 37. На устранении факторов повторного совершения преступлений направлены мероприятия региональных программ профилактики в части специальной адаптации ранее судимых граждан, в том числе и их трудоустройства. Вместе с тем, данные мероприятия, осуществленные в рамках программы снижения календаризации общества, государственные программы профилактики в правонарушении недостаточно эффективны, так и в 2020 году трудоустроены только трое из 21 граждан. В связи с этим необходимо проработать с инвалидным базом, на наш взгляд, последующим вопросом. Это аквартирный рабочих мест, либо мероприятия экономического стимулирования работодателей, подустраивающих граждан, освободившихся из мест лишения свободы. Акциальные адаптации лиц, находящихся в трудно-живительной ситуации, в том числе бедна, взорных, несовершеннолетних, лиц, отбывших уголовное наказание, несвязанных с лишением свободы, лиц безопределенного места жительства, лиц, прошедших курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании. Акциальные адаптации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, подверждающиеся иным мерам уголовного правового характера. Акциальные адаптации лиц, потребляющие наркотические средства и психотропные чувства, без назначения врачей. Немоважен остается тот факт, что до сих пор законодательно не определен субъект профилактики, объятный саниматой акциальные адаптации лиц, осужденных мерами наказания и связанных с лишением свободы. Несмотря на это, удалось удержать уровень рецидивной преступности на уровне прошлого года, а также снизить количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления. Пускай незначительные, но снижение есть. За бытовое дебошинство привлечено к административным ответствам 919 гражданам. А ведь нередко мелкие бытовые конфликты заканчиваются серьезными преступлениями в службе рецидивного исхода. Значительно безопаснее стало на улицах и военных общественных местах. Только за 2020 год количество преступлений сократилось на 11-40%, а за последние 5 лет на 18-30%. На сегодняшний день, это самый день, отчетный год, это самый низкий показатель за последние 5 лет. В то же время мы убеждены, что эффективность противодействия криминальным угрозам могла бы быть на порядок выше, если на территории республики активно функционировали народные дружины и общественное объединение правоохранительной направленности. А также развивался правоохранительный сегмент «Безопасный город». В 2020 году, в связи с пандемией на правоохранительственного порядка, не привлекали дружинники. В причине у нас появились отсутствие соответствующих тот гарантий, оплату труда и других форм стимулирования. Вместе с этим динамикой финансированной установки систем в виде наблюдений в общественных государствах, в том числе входящих в инвестиционный программный комплекс «Безопасный город», заметно уступает за тракторную установку систем автоматической фотовидифицизации нарушения правил дорожного движения. В соответствии с поручением президента Российской Федерации 27 мая 2014 года номер 175, в концепции по строению и развитию аппарата программного комплекса «Безопасный город», в уciжение распоряжения правительства Российской Федерации органами исполнительной власти с 지금 российской Федерации. Xu является построение и развитие автоматического комплекса «Безопасный город». Немаловажной частью правоохранительного сегмента АВК «Безопасный город» является система видеонаблюдения установленных на дворах и проемовых территориях, а также местах с массовым пребыванием граждан на объектах достатства и муниципальных Cortinaerية libido. Фенасирование предусмотрено только на обеспечение функционирования имеющихся систем. Возвращаясь к реализации вну посмотрениях правонарушений, Не могу не отметить, что также до санатирования остались мероприятия по выделению служебных помещений участковому полномоченному полиции на обслуженных административных участках и нерешенным остается вопрос приведения соответствия специализированного учреждения для содержания иностранных граждан и низких гражданцев, подлежащихся мудрительному уговорению за пределы Российской Федерации или депортации, расположенной в потоке Саганаман-Юфтинского района. Полагаю, что данный вопрос требует скорейшего решения, и я верю, что руководство региона и вы, уважаемые депутаты, поддержат наши инициативы в обеспечении правопорядка и безопасности грамм на нашей территории. Уважаемые депутаты, мы, конечно, понимаем, нынешнее финансовое состояние Республики, первоочередные задачи по наращиванию сил и средств правоохранения региона, направленные на борьбу с пандемией, они первоочередны, при этом очень надеемся на ваше понимание важности данного вопроса по ресурсам обеспечения мероприятий госпрограмм. Так, в связи с принятием федерального закона 464 внесения изменений в отдельные задательные акции, в части оказания помощи людей, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и нового токсического опьянения, считают, что нам необходимо прорабатывать вопрос о восстановлении региональной системы отрезвительной. Ведь данное решение не позволит в дальнейшем удержать тенденцию по снижению количества преступлений и совершения в убийстве состояния алкогольного опьянения. На сегодняшний день каждое третье преступление Республики совершается в состоянии алкогольного опьянения. Так, в отчетном периоде причинено 1726 административных правонарушений, связанных с появлением в общественном месте состояния алкогольного опьянения. При этом на улице Республики всего совершено 473 преступления, из которых больше половины 273 в состоянии опьянения. В алкоголе 265, в наркотическом 8. Из них 6 это тяжкие и особо тяжкие преступления, которые совершены именно в состоянии алкогольного опьянения. Продолжено выполнение федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения. В рамках достижения целевых показателей решения задач, предусмотренного указанным президентом о национальных целях и стратегических задачах развития российской террасы на период до 2024 года, утвержден национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги. В ходе реализации к нам поступило 32 современного прибора контроля о состоянии дорожной сети и транспортных средств. Проведено 10 широкомасштабных мероприятий по пропаганде безопасного поведения на дорогу. Продолжено развитие системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. На сегодняшний день установлены 94 комплекса автоматических фото-регистации административных правонарушений. Благодаря эффективному применению средств автоматического контроля реализированы 4 места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Выявлено свыше 220 тысяч правонарушений, большая часть из которых административно реализованы 71,7%. В совместном с Ространспортнадзором предназначены дополнительные меры по повышению безопасности перевозок пассажиров автобусами. Причем от свыше 4000 нарушений допущенных платить и указан транспортный средств. Продолжены контрольные эксплуатации состояния улиц и дорог, исправных технических рез, организации движения и соблюдение порядка проведения дорожных работ. Вынесено более 400 предписаний по линии дорожного и технического надзора. В сотруднике госавтинспекции возникло более 266 тысяч дел об административных правонарушений, из них более 85% вывышен при помощи приборов, работающих в латическом движении. Рост керпоказатель в основном связан со значительным увеличением результатов работы ЦАФАП, ГИБДД, МВД по республике Калмыкия, в введении новых рубежей контроля за дорожным движением. Это позволило пополнить бюджет республики, а вот с учетом за должность образоваться за отчетный период и прошлый год на 116 миллионов рублей. Данные меры помогли достичь снижения качества, количества дорожных транспортных происшествий, числа погибших и раненых в них граждан. Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, целевые показатели, предусмотренные национальным проектом безопасной и качественной отомнения дороги, в целом не достигнуты. В то же время, уважаемые депутаты, продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспечения финансовыми ресурсами является первоочередной незадачей напрямую связанной с исполнением царевого указа президента Российской Федерации. Принимая во внимание ежегодное увеличение потока движения транспортных средств на дорогах в республике, профилактика аварийности на автомобильный транспорт требует активного взаимодействия всех субъектов, участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения. Подводя в чайку к работе уровня КНД, относится, что несмотря на имеющиеся проблемы, в том числе связанные с обстранией новой коронавирусной инфекцией, постальное предназначение задачи выполнено. В серьезных сбоях недопущенной оперативной обстановке в целом республике остается стабильным. Не менее важные и ответственные задачи нам предстоит решить и в наступившем году, которые нашли своеображение также в директиве МВД России на 2021 год. Регламент не позволяет мне в полной мере ответить все стороны нашей повседневной деятельности, но мне пришлось остановить только на самых, на мой взгляд, важных из них. На недавнее заседание коллегии подробно были обсуждены все итоги прошедшего года, обсуждали задачи, которые перед нами стоят, но и в текущем году и расставили соответствующие паритеты. В заключении хотел бы в очередной раз выразить слова благодарности руководству Республики, председателем Народного Курала, всему депутатскому корпусу в решении вопросов главной участии жителей Республики Холмон. Спасибо за внимание и спасибо за ответственность на ваш вопрос. Спасибо, Сергей Анатольевич. Мы готовы задавать вопросы. Пожалуйста, уважаемые коллеги, я наставлю слово по вопросам. Пожалуйста, есть ли вопросы у меня? Доступления, пожалуйста. Есть, пожалуйста. Сергей Анатольевич, спасибо большое, что вы его доклад. В принципе, он и другодный. Мы считаем, что он в следующем день не стоит, что он будет в охране, что он работает. Я вообще хотел выразить, конечно, по работе вашей, особенно по акциям, которые сегодня охраняет общество порядок в Меде Республики Холмон. В последнее время корректность работников милиции, когда они обходят, отмечают не только, но и другие общественные деятели, что в Коммунике милиции, когда даже не санкционированы на шляпцы, милиция подходит, скажем так, нормально. Это первое. Второе, значит, с учетом того, что вы сегодня выскаживались, мне хотелось задать вопрос. Первое, значит. Закон по вытвердителю у нас уже принят. И, в принципе, МВД, наверное, каким-то образом прорабатывает. Там, скорее всего, и второе министерство, это министерство, значит, и здравоохранения, участвует. Есть ли какие-то у вас проекты, предложения, значит, к правительству, исполнительному органу? Ну, естественно, конечно, и к нам. Следующий вопрос, значит, у нас ежегодно, значит, контрольная счетная палата представляет, значит, отчеты. И, естественно, конечно, эти отчеты, они попадают и в силовую структуру, в связи с тем, там очень много бывает выводов и итогов подведения нарушения, значит, многих законов, в том числе, значит, по национальным проектам, значит, сегодня вы говорили по дорогам, значит, в том числе и по дорогам, очень много нарушений. Есть ли какие-то ответы вот по этим нарушениям, которые вы принимаете, значит, по итогам этих контрольной счетной палаты нашей? И последний вопрос, в последнее время общественно, как бы, скажем, беспокоят вопрос, когда начинают по национальным проектам, где есть грубые нарушения или, скажем так, течение средств федеральных в том числе. Вот меня интересует вопрос, если можете это сказать, да или нет, говорят о том, что уголовное дело возбуждено, значит, по Истыка, Сваропольску, Черезиневскому району, по течению, по строительству ворожаемого участка где-то в пределах на 62 миллиона рублей. Она ходит там, может, не отвечает, но может, я просто скажу, да, уголовное дело, значит, есть или нет. Спасибо. Хорошо, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, первый вопрос, это касаемо непосредственно работы, проводимой по созданию системного потребителей. Да, на сегодняшний день федеральное законодательство запущено и имеет соответствующее уже и решение. Сейчас данный механизм напитывается вернистыми решениями и межвернистым взаимодействием. Здесь мы с Минздравом находимся в связи в этом, потому что оно, ну, то есть, решение это, оно лежит в плоскости, в первую очередь, органа исполнительного плана республиканского уровня. Вот это выделение соответствующих и помещений, и соответствующих условий обеспечения, и по линии, в первую очередь, конечно, Министерства здравоохранения, и здесь уже обеспечение функционирования в плане безопасности. Здесь будет подразумение правоохранительной направленности, и в том числе, вот, как прорабатывается на сегодняшний день, это, так скажем, охранные предприятия. То есть, здесь не просто там, это два субъекта, но, естественно, и будет задействован институт непосредственно охранных предприятий. Что касается взаимодействия с службами финансового надзора и контроля. Но у нас данная служба неограничена счетной палатой, на сегодняшний день и республика представлена иными институтами. Здесь у нас самое плотное взаимодействие, начиная от информации, поступаемой по темным налоговым проверкам, и, конечно, заканчивая результатами проверки, проведенной счетной палатой. Все эти материалы изучаются в рамках имеющихся полномочий процессуального характера, либо переводятся в разряд операционного направления. Поэтому по ним всем обязательно дается та или иная оценка. Что касается направления, которое вы озвучили в плане национального проекта, да, на сегодняшний день возможно уголовное дело, по факту идет следственное действие, поэтому рекоментировать здесь я пока ничего не могу. Ну, вот так вот все. Пожалуйста, еще вопрос. Желаю еще выступить, пожалуйста. А вопрос, еще вопрос, давай. Пожалуйста. Значит, вот у вас тут, в вашем докладе, мне, в общем-то, я свое внимание сконцентрировала на следующем моменте. Обеспечено размещение более 130% от общей суммы установленного лишь ущерба по экономическим преступлениям. Усилен контроль за ситуацией привидно-финансовостей. Большое значение придается топливно-энергетическому комплексу. В отчетном периоде в этом направлении было выявлено 9 преступлений. Вот если можно более подробно об этих 9 преступлениях, это первый вопрос. Второй вопрос. Вы, наверное, знаете, что в московском суде по компании Евросигою, которая занимается добычей нефти, на территории Республики Калмыкия было вынесено решение, да? Согласно этому решению, Евросигою обязан заплатить бюджет Республики Калмыкия более 1,7 миллиарда рублей. Значит, активы этой компании заворожены, но, в общем-то, это не является тайной для мадридского двора. Эта компания продолжает добычу нефти. Мало того, что эта нефть вывозится за пределы Республики. Фактически получается не совсем легально. Какие меры Ваше ведомство предпринимало для устранения вот этих вот нарушений? Это второй вопрос. Значит, и третий вопрос. Вот у Вас тут говорится, что продолжено проведение мероприятий по противодействию незаконному угольному бизнесу. В прошлом году было такое резонансное задержание, да, участников подпольного казино. Среди участников оказался председатель Елисейского городского собрания, господин Азай. И вот мне интересно, чем закончилось это дело? И какое наказание понес председатель Елисейского городского собрания? Наталья Сергеевна, я спасибо Вам за вопрос, конечно. Ну, давайте, наверное, по порядку, да. 130% размещения, да, было имущество выявлено у тех виз, которые у нас в дальнейшем предполагаются к привлечению, потому что ряд дел незавершенных, вот они не нашли свою еще судебную оценку, вот. Поэтому здесь в этом направлении мы в обязательном порядке постоянно проводим работу, которая бы позволила нам потом вернуть государству то, что было из них заражено, украдить. И эту работу мы продолжаем и будем продолжать, наращивая вот этот имеющийся потенциал. Что касается вопросов, связанных с нефтепродуктами и преступлений в сфере топливно-инвестического комплекса, 9 преступлений, которые в основном, а преступлений, которые связаны непосредственно по нефтепродуктам. Это вопросы, связанные с реализацией нефтепродуктов и с незаконным их, так скажем, хищением этих нефтепродуктов. Здесь подробнее, если есть вас действительно заинтересованы, вы пришлите запрос, я вам подробно по закончивости делам дам ответ. По Евросибойлу, здесь действительно вопрос непростой и очень актуальный для республики в целом, так как действительно причинен большой ущерб, на мой взгляд, для республики. Но все судебные пока, насколько мне известно, тяжбы, они не закончены. Это раз. Во-вторых, имеются соответствующие механизмы, которые на сегодняшний день законодательно позволяют путем доверенностей и выданных тем или иным организациям. Евросибойлу было бы перейти на использование имеющихся активов этими организациями. Что, собственно говоря, и сделано. Мы в данном вопросе проводили неоднократно проверки. По процессуальной проверке принято соответствующее процессуальное решение. Но работа не закончена. Она идет, и она идет в активной форме, в том числе по всем направлениям. Здесь формат просто не позволяет мне, да и, собственно говоря, сами следы не позволяют мне опубликовывать. Но имеется в виду в том, что данная работа, она не закончена. И я думаю, все-таки она добьет до своего логического завершения в плане того, что республика в свое имущество получит полным объемом с конденсацией. Если, опять-таки, здесь, Наталья Сергеевна, есть определенный какой-то интерес, пожалуйста, мы готовы к меру своей компетенции дать ответ. Потому что в производстве тех дел, которые вы озвучили, они не находятся в производстве Министерства Университета. Поэтому даже я их не просто комментирую, я их не знаю. Я знаю о них. А их не знаю. Они не в нашем производстве находятся. Меру своей компетенции мы вам можем дать ответ по тем мероприятиям, которые мы непосредственно проводим по данным направлениям деятельности. По подвольному казино. По подвольному казино. Ну, видите, в чем дело. Да, там был выявлен ряд должностных лиц, в том числе и сотрудник органа внутренних дел, который участвовал в выгорной деятельности. Я вам скажу, что он был уволен по отрицательным мотивам, так как уголовное деяние данное действие с его стороны не составляет. А вот по отрицательным мотивам, как простудок, я его уволил, и он не получает права на письмо. По отрицательным мотивам. Это вы имеете господина Арзайла? Нет, нет, сотрудник органу внутренних дел. По отрицательным мотивам, как сотрудник первого органа внутренних дел. Вот это он должен, наверное, давать там оценку телевизионных действий. Я давал оценку тому сотруднику, который был там в ходе задержания на месте. И который по силу своих должностных обязанностей должен пресечь было. Я ему дал оценку как руководитель, я его уволил по отрицательным мотивам, как совершившую должностную простудку. Спасибо. У меня еще небольшая реплика, разрешите я закончу. Я просто понимаю, что... Наталья Сергеевна, а запойзвать, надо понимать, что не только вы депутат. Нет, я понимаю, я сразу несколько вопросов для экономии времени задаю. Пожалуйста, пожалуйста. Значит, вот вы просите депутата увеличить финансирование по программе «Безопасный город». Да, еще вот. У нас действительно очень мало видеокамер в городе. А уж по республике, как говорится, ход наплакал. Вот вы какие сами действия предпринимали для этого? Это... Вот смотрите, вы говорите, что у вас в связи с небольшим финансированием мало сотрудников и так далее. Но если мы сравним, подождите, вот если мы сравним советский период и сейчас, количество сотрудников МВД, да, выросло в разы, а количество населения в республике уменьшилось. А у нас постоянно не хватает. Наталья Сергеевна, вы не правы. Я сейчас точно не могу... Количество сотрудников, да, в том-то и дело... К сожалению, но я видела эти цифры, сравнивала. Количество сотрудников, оно... С 11-го года было, когда переход в полицию, и дальнейшие было еще два изменения, вот, они были сокращены. И, кстати, вот, я, по-моему, на первом с вами даже еще выступлении, в 2020 году, вот, затрагивал этот вопрос, говорил о том, что вот развитие автоматизированных программных комплексов видеонаблюдения, видеофиксации, они, в том числе, призваны в той или иной степени компенсировать отсутствие сотрудника на том или иной участке или населенного пункта. В связи с чем, предполагая эту замену, были приняты ряд решений по сокращению в том числе, понимаете? Ну, вот у нас оно так сложилось, исходя из определенных каких-то объективных, субъективных факторов. И здесь, скорее всего, наша беда в том, что нет денег на это. Поэтому мы и призываем, что вы рассматривали этот вопрос в том числе не как потребность Министерства внутренних дел, а как необходимость для граждан, так как данные условия позволяют их безопасность обеспечить, в первую очередь. Уважаемые граждане. Поэтому здесь только вот с этой позиции. Сергей Анатольевич, вот такой вопрос у меня. У вас было озвучено о подростковой преступности, показателей не очень. У нас хорошее, тревожное. А коли не тревожное, значит, нужны какие-то действия. Выставляли в том числе, действительно, на эту программу там выделяется, уважаемые граждане, 7 миллионов рублей. Я вот, может быть, своему стыду посмотрел, что это плохо. Значит, мы в бюджете предусмотрели очень небольшую сумму. Поэтому, вот, действительно, это так. Если так, то я сразу нашу предложение. В нашем постановлении прописать правительству, порученческие мы будем прописать, значит, в ближайшем, когда мы будем относить изменения в закон, в том числе и эту составляющую. Значит, одними словами, мероприятия подростковые, просто так закрыть их решение нельзя. Поэтому, вы озвучите так, то сразу наше предложение в постановлении обнести там корректирую. Ну, действительно, ситуация такая, не совсем она здоровая. И, конечно, отпечаток наложил у нас еще в прошлый год эта пандемия. Ряд мероприятий, которые планировалось провести с подростковыми, так скажем, в категории населения, она была не осуществлена на усилу объективных причин. То есть, не было летних лагерей, не было тех смен, которые признаны были бы, в том числе, с наставниками с лица и от правоохранительных структур, от тех или иных контрольно-наблюдательных организаций органу исполнительной власти осуществить эти мероприятия. Но, тем не менее, надо, изучая вот структуру, саму преступность, которую мы имеем на текущий момент, по отчетным периодам, необходимо отметить, что я в своем выступлении отметил, что количество лиц у нас сократилось. У нас увеличилась повторность. Повторность совершения преступления. То есть, действия, которые мы с ними проводим, они до них не доходят. Мы не можем до конца довести именно процесс воспитания до состояния логического завершения и привлечения его на сторону, так скажем, правопорядка и законов. Вот здесь, поэтому я и говорю, что здесь требуют дополнительных усилий, в том числе и с нашей стороны правоохранительной, и со стороны всех взаимодействующих субъектов, в том числе и с применением и финансированием. Так у нас было, кстати, снижение. На 11 человек меньше у нас совершили эти преступления по результатам от 20-го года. Хорошо, спасибо. Арслан, пожалуйста. Пожалуйста. Добрый день, Сергей Анатольевич. Добрый день. Хотел узнать, вы как раз в учете тоже говорили, внимание уделяли за безопасные и качественные дороги, за контроль. И вот я сейчас читаю, как раз таки, как я читал, отчет контроль решения по власти, здесь вот как раз таки отведена отдельная тема по основе своего контроля. Помните, в прошлом году я также подумал этот вопрос о основе своего контроля, но я знаю, сейчас вы уже там, сотрудники МВД, они не находятся на поставках своего контроля. Но в то же время, здесь вот как раз таки во многом сказано то, что во-первых, за 2019 год сумма ездных изысканий, штраф, нарушение права перевозки крупногабарительных жало в весных грузах состоялось и с половиной петель шабридзи. Я думаю, все прекрасно понимают. Далее, это все выдержки из отчетных читателей. Разрешите, я прям не могу сразу. Просто здесь с субъектами этого административного надо, мы не администрированы. Не, не, я понимаю, я просто в таком вопросе проведенный анализ показал наличие системных проблем, влияющих на реализацию мероприятий, осуществление весового и габаритного контроля. Далее, отсутствие локальных актов, определяющих порядок взаимодействия режима работы сотрудников южного Мугадан, Мугадан, и КПИТПА информационно-окрового агентства, свидетельствуют о недостаточной прозрачности их деятельности по обеспечению и сохранности автомобильных дорог. Ну, опять, почему мы тут попросим. Далее, приведенные обстоятельства не в полной мере позволяют защитить эффективное планирование дорожной деятельности в целях сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог. Вот, вопрос. Это просто выдержки у нас. Соответственно, у нас, по НАСС-проекту выделяется выделяется и выделяется, предполагаю, что одна это будет большие денежные средства, федеральные денежные средства на строительство федеральных дорог. А у нас два поставки своего контроля, это на Лавяста и на Яшко. Но это не значит, что они именно тот маленький какой-то участок контролируют. Если тяжелая машина зашла, сперевес, она проедет по всей территории комнаты. По всей. То есть, она будет в летний период, вы знаете, в нашу жару асфальт у нас плавится чуть ли там не до жидкого состояния. И, соответственно, мы потом имеем вот эти волны. После этого, конечно же, мы имеем аварии, смерти, травмы. в данной части контроль вот этих, я считаю, это ключевой, потому что в нацпроекты по выделению этих денежных средств включается коэффициент. Если есть пострады рисового контроля, то, соответственно, коэффициент больше, нам больше денег выделяют. Если пострады рисового контроля нет, то, соответственно, меньше выделяется. Ведется ли контроль за данными пострадами рисового контроля, потому что это очень значимо повлияет на целом на качество. Вот это вопрос. Да. Он такой комплексный, немного такой, разрусенный. Во-первых, сами подначили, кто контроль за ним осуществляет непосредственно. Это раз. Во-вторых, мы осуществляем надзорные функции в плане того, что вы сказали. Я сказал, что мы в прошлом году получили 32 прибора для проверки качества покрытия, в том числе транспорта. Непосредственный надзор за деятельностью данных организаций мы не осуществляем, мы осуществляем за дорожным движением контроля. А в целом по законодательной инициативе, конечно, я и тоже озвучил, что мы ведем свою работу, но она не всегда может быть озвучена на том или ином форуме, потому что имеет свои определенные ограничения. Это следующий момент. что касается деятельности наших постов контроля, мне кажется, только в прошлом году у нас были получены соответствующие артистационные листы на технику, которая там находится, поэтому то, что вы читаете по 19-му году, вообще непонятно, как они могли бы это сделать, если не тарифицированные были двесы. Поэтому данные суммы такие. То, что они там содержат, я уже сказал, что мы все работаем в разных направлениях, в том числе и в плане оперативного закона оперативного деятельности. Здесь сказано, что в январе этого года проверка листов на одном из постов уже закончена. И сказано, что за 20-й год было составлено 105 актов, но постановление назначено администрирование штрафов не было. Вообще непонятная ситуация. Мы не администрируем, я думаю, это надо угадывать на заданный вопрос, а не нам. Мы не администрируем этот сортап. Мы здесь, еще раз говорю, наша роль это оказание содействия в двух моментах. Первое, мы можем оказать содействие, хотя они сами имеют право, это основить транспортные средства. И второе, обеспечить охрану общественного порядка. Все остальное администрирование касающегося сгрузоперевозка габаритов, это вопрос в окном угаданном. Это не вопрос гиблиотека. И состояние качества дорог и по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, это наша надзорная функция, которую мы обеспечим и формируем соответствующие предписания дорожной службы для приведения ее в соответствие. Один вопрос по митингам. Там есть три проблемы, которые заостряются, заявление носит уведомительный характер. То есть организатору митинга достаточно подать заявление и там не важно как администрация отвечает, разрешает, не разрешает, митинг люди имеют право проводить. Уведомили, значит все. И второе по месту проведения. То есть есть у нас в городе неразрешенные места, есть разрешенные места. Хотя Конституционный суд уже установил, что митинги можно проводить даже у здания администрации регионов. И проблем тут нет. И многие парламенты субъектов, они продублировали это решение, на основании этого решения и вынесли подтверждающие свои акты. И вопрос третий, радикализм, экстремизм, но здесь это не имеет места в листе. Практически таких людей нет, которые радикальные лозунги произносят, не то, что действия, а лозунги даже не произносят. И экстремистские тем более. И надо сказать, что милиция, полиция в целом ведет у нас хорошо. Но единственное, что с началом митинга всегда начинаются вот эти припинания и такое впечатление у людей создается, что сотрудники полиции не читают законы. Есть уведомительный характер, но что там спорить. И людей нервировать, и себя нервировать. И это один момент, который я хочу отметить. И второй, это огромное количество средств, которые тратятся. И что это за средства? То есть последняя тут прогулка была на площади, там пришло человек 60-70 может быть, а сотрудников полиции было в два с лишним раза больше. И техники нагнали, Камазы стояли возле родины спецмашины, и вплоть до гостиницы вот этот Белый Лотос, и столько УАЗиков, столько Газелей со всякими громкоговорителями и так далее. И в целом это ну как бы такое впечатление создается, что государство тратит деньги впустую. Никаких там действий не произойдет, таких вот нежелательных, а тем не менее очень слишком большие затраты, на мой взгляд. Как вы считаете? Я понял ваш вопрос. Я понял ваш вопрос, Майсович. Ну, здесь давайте так много разделим вопросы. Мы определяем те или иные условия мер по обеспечению странно-общественного порядка, исходя из нашего представления и видения этой ситуации по ряду аспекту, которые лежат как раз в организации нашей служебной деятельности. Второй момент. Ну, говоря о том, что имеется решение позиционного суда ряд нормативных актов, правовых актов, в том числе федерального уровня, они не все как вы сейчас озвучили однозначно сейчас в трактовке, поэтому есть здесь определенные вопросы, если хотите вы нам запрос пришлите, мы вам дадим конкретный ответ таким федеральным законам, что ограничивается в прямой постановке вопросов, какие решения позиционного суда, которые вы озвучили по ишкаролинскому запросу, по-моему, ишкаролинскому принято было решение, и что оно освещает, поэтому мы исходим из этих аспектов и формируем решение своих задач именно из этого. Я понимаю, да, и сотрудники у нас, они тоже напрягаются от этого, и их труд, он, так скажем, очень важен, и, поверьте, у них вся своя семья есть, я прекрасно это все понимаю, тем не менее, есть установленные законодательства, нормы, которые мы хотим, чтобы они были соблюдены. Мы за то, чтобы человек каждый высказал свое мнение, у нас свободу слову, но это должно быть сделано так, как это предписано сегменты. Наталья Сергеевна, секунду, я пожелание, два слова буквально, мне хотелось бы, чтобы вот действия, о которых вы сказали, да, полиции, они были равнозначны к различным общественным объединениям, да, ну, скажем, мы проводим день города, тоже в ковидное время, собирается куча людей, зрителей, шоу, и съезжаются гости со всех сторон, и происходит такое действие с участием многих тысяч людей, и там полиция как бы помалкивает, а если простые люди соберутся на площади, их надо, как сказать, ущемлять. Я понял, Наталья Сергеевич, я вам так скажу, что, по крайней мере, я со своей стороны всегда даю соответствующее указание внести соответствующее представление той же организации. Поэтому имеется в виду Вы по дню города вносили представление, городским властям, что нежелательно проводить. последнее представление было внесено, если не память изменяет, это по 23 февралю. все, спасибо. Хорошо. Добрый день, Сергей Анатольевич, да, пожалуйста. Меня слушают. Меня на самом деле я знакома с вашим докладом и много очень вопросов, но я задам всего лишь два. Первое, это вы в своем докладе отмечаете низкие рост преступления с использованием современных технологий. высоких бородов. Вы высоких бородов. Извиняюсь, вред связи с интернетом. И в назадом годов, к сожалению, количество уросло два раза. А можно здесь конкретно слышать? Можно. и второе вопрос. Вы избегаете подростковой секундности, если мы говорили об этом. Но вот я, например, знаю, что с наступлением у нас, к сожалению, активизируются группировки, которые мы в прошлом году с вами так слышали. Запрошу. Которые занимаются стрессованием детей в свои группы, вымоганием денег. И это, к сожалению, для которых происходит дневное время. В связи с этим у меня вопрос. В этом направлении у нас есть какие-то результаты положительных подростков? Сколько подростков приувеличено подвесственности, к сожалению, просто не те родители не подают заявление. И как в этом плане решается кадровый вопрос? Потому что позапрошлому году вы сказали, что не хватит кадров. У нас 20 лет образовательной организации, но, к сожалению, я знаю в сегодняшний день у раздела 15 специалистов. Микрофон на территории республики 2867 преступлений. 2867 из них 264 это и критеричные преступления. Ну и как правило там категория пострадавших это лица достаточно с небольшим доставством. С небольшим. Поэтому здесь достаточно тревожно и требует не просто оперативно, а очень серьезно решение. Потому что те на сегодняшний день публикации, которые имеют место быть, но они недостаточны. И к тому же пенсионеру в Инстаграм не залезет в соцсетях. Ему нужно что-то другое. Реальное газета, радио, телевидение. То, что ему доступно. Та же вывеска в пенсионном фонде, та же вывеска в магазине в позитивно-финансовом пережить. Что касается непосредственно несовершенно верить. по этому направлению в начале года было озвучено реализацией возбуждено два уголовного дела по направлениям, которые связаны с решением деятельности эксимистской организации, признан эксимистской организации, АУИ. на дальнейшую пробустью такое АУИ. Это как раз криминальная направленность и то фруктура, которая фактически формирует мировоззрение, в том числе и у несовершеннолетних, прививая им ложные ценности. реализации. Вот это один из шагов, который идет у нас на сегодняшний день. Он реализован уже, там идет возможно два уголовных дела, проводятся оперативно-следственные мероприятия. Это носит первичный характер, поэтому я думаю здесь работа продолжается достаточно наступательно. Да, не всегда мы доходим до квартиры, не всегда доходим до квартиры. Здесь у нас в силу средств на сегодняшний день таких нет. Мы идем здесь вопрос и пытаемся сейчас искоренить причину. По инспекторам школ. По инспекторам школ. У нас 15 человек как у нас. Мы просто охватить не можем и в каждом школе по инспектору разместить. Понимаете? Это не предусматривается положитель? Конечно нет. У нас исключительно по административным участкам, на территории которых есть все или иные учебные заведения. И необычайно эту школу быть. У нас достаточно сегодняшнего... Да, школа это одна из приоритетов, так как там малолетний возраст формирует в первую очередь начальное сознание. У нас есть такие серьезные учебные заведения как государственный университет, учебные заведения среднего образования. Спасибо. Мы услышали. Вы знаете, Сергей Вы сейчас сказали очень хорошие слова о защите прав человека. И вот сейчас в сетях появилась информация, что Станала Молоткова и Тамара Казанкина задержала полицию. Они вышли на одиночные пикеты. Насколько я знаю, согласно федерального закона, одиночные пикеты разрешены и не требуется никаких уведомлений. Я вот обращаюсь к вам как министра МВД Республики Калмыкия. Разберитесь с этим делом и отпустите людей. Почему они были задержаны? Давайте посмотрим, что там почему. Потому что сейчас вы из сети вообще не знаю. Уважаемые коллеги, желающие выступить, пожалуйста. про ответственное вопрос еще. А Сергей Анатольевич, у меня преди предстоящих Буржуров в Государственную Думу в этом году осенью этого года. Такой вопрос. Касаемо действия сотрудников полиции во время обеспечения порядка и следственного порядка на избирательных участках. Дело в том, что на прилижении других лет самая личная участка избирательных компаний обеспечен контроль на конкретно на участках и очень часто сталкивалась с тем, что сотрудники полиции просто-напросто закрывают глаза на всякого рода нарушения вплоть до административных нарушений. Когда, допустим, была ситуация у нас на 18-й год, чтобы не быть голословной, человек по паспорту голосовал совершенно за иное лицо. При этом член избирательной комиссии с правом решающего голоса просила подойти сотрудника полиции с тем, чтобы оформить и состоять акт об административном правонарушении, сотрудник отказался это делать, ссылая на то, что это не входит в его полномочия. Поэтому акт об этом бездействии сотрудника полиции мной был оформлен, как полномоченный от партии я вызывала бригаду с министерства республики Калмыкия. Мы довели эти два административных правонарушения до логического конца и виновные были наказаны члены избирательной комиссии прав решающего голоса, педагог, историк, который работал в этой школе, ну и тот человек, который собственно голосовал по чужому паспорту, пытался точнее проголосовать по чужому паспорту. Как вы оцениваете такого рододействия и какую работу вы будете проводить перед двери этих выборов? Микнат Гориевна, Бембиева, фракция КПРФ. Очень хороший вопрос. Синцеприя достаточно непростая общественно-политическая жизнь. Сотрудники органов внутренних вопросов являются частью общества и тоже необходимо будет принимать это решение, которое будет определять работу нашей Государственной Думы. На текущий момент мы подготовку в данном вопросе уже начали. В обязательном порядке здесь в рамках служебной подготовки мы пытаемся поднять профессиональный уровень наших сотрудников первую очередь. Определив уровень и компетенции по администрированию соответствующего кодекса административных правов и нарушений своей компетенции и по взаимодействию с избирательной комиссии республики коллеги на закончится мероприятие связанное с обштатными изменениями. Мы проведем здесь рабочую встречу и определим подготовительные мероприятия связанные уже непосредственно с компетенцией органов внутренних сил по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан. Потому что здесь очень вопросов много начиная от укрепленности и безопасности самих избирательных методики обеспечения сохранности и бюджетней. Ну и как вы озвучили к вопросам связанным непосредственно по несению службы и применению той или иной компетенции непосредственно участникам на том или ином избирательном участке. Поэтому здесь работают полномерно и я здесь только за то, чтобы еще раз говорю, чтобы законность восхажется с полом. Все нет? Миквей говорит. Понятно. Не говори, не говори, не говори. Пожалуйста. Не вопрос. Не вопрос. Я прошу больше пожелания. Не, тогда вопрос. Уважаемый Сергей Антонович, мы действительно у нас было много достаточного времени. Вы один из тех немногих профилов министров, который в феврале, в начале февраля буквально представил свой отчет о работе за 2020 год. С учетом складывающейся непростой преддвери предстоящих избирательных кампаний, с учетом той статистики, которую вы подробно осветили, у меня вопрос конкретный по реализации государственной программы профилактики, которую вы взаимодействуете, есть некий источник софинансирования линии МВД республики. Объем финансового обеспечения это государственная программа, к сожалению, не внушает на сегодняшний день доверия, составляет от 86% до 90%. В связи с этим у меня вопрос, Сергей Анатольевич, какой реальный объем необходимых средств нужно предусмотреть нам, депутатам народного хурала, при принятии и поправок в республиканский бюджет. И второй вопрос, Сергей Анатольевич, он касается принятого закона депутатами народного хурала, это народные дружины, действительно, заочитываясь при предыдущих отчетах, поговорили о положительной динамике, которая есть, но, к сожалению, сегодня вы отлучили, что объем госгарантий, который сегодня предусмотрен на реализацию закона, оставляет желать лучшего. Есть предложение такое, совместно с нами с депутатами внести данную законодательную инициативу и предусмотреть, наверное, полный спектр государственных гарантий за счет средств республиканского бюджета для того, чтобы, наверное, своевременно упреждать общую ситуацию по республике Павловича. Спасибо. Вопроса два ответа. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, по первому вопросу. Она же многовекторная, эта программа, и получает практически четыре больших направления деятельности. Чтобы конкретно сейчас сказать о том, как скажем, условно достаточно необходимом обеспечении финансированного, на это будет, наверное, неправильный популистский. Поэтому здесь, вы же понимаете, каждое направление, оно очень важно. Будь то борьба с наркоманией, будь то борьба за детскую душу, будь то вопросы, связанные непосредственно с профилактикой правонарушений. Это разные направления, которые влекут за собой те или иные, ну, так скажем, институты власти, действующие или субъекты власти, которые действуют на том и ином регионе. Поэтому мы готовы здесь, мы выходили с предложениями, когда эти индикаторы выставляли, я, кстати, в своем выступлении сейчас отметил еще дополнительно пять индикаторов, которые, на наш взгляд, необходимо было бы рассмотреть и принять соответствующими министерствами правительства, чтобы дополнительно снизить ту или иную нагрузку с населения от влияния вот этих угроз. Ну, понятно, что они, эти нагрузки, они будут не бесплатны для бюджета. Но в любом случае мы готовы по каждому из этого, по каждому из этого направления, да и не только мы, а здесь все правоохранительные структуры республики готовы к этому подключиться и в едином, так скажем, порыве здесь этот вопрос представить. Потому что все цифры в принципе у нас есть. Они все готовы. Мы готовы в соответствующем запросе необходимым представителям по мобилю. Что касается непосредственно второго вопроса, спасибо за данный вопрос и продолжение. Вы инициативу имеете? Так точно. Хорошо, спасибо. Возьмитесь, пожалуйста. Ну, я в порядке пожелания хотел бы высказать по двум вопросам. Это, естественно, конечно, хотел поддержать коллегу по несовершеннолетним. К сожалению, вы знаете, еще в 80-й год у нас с 60-летним борьба сошла и занималась, причем, потому что, я помню, знаменитые города, казанские группировки, потом Сибирь, Пемень и так далее, где там были устойчивые группировки, которые давали пищу для размышления и они вырастали, приходили взрослые выступления. Как бы там была какая-то устойчивая такая вещь. К сожалению, нужно касодировать то, что у нас в республике, особенно в город, такие устойчивые группировки приходят. Мы не первый раз говорим о том, что в школах, школа, значит, занимается поборами старшей класса, значит, надмладшими классами. Она, к сожалению, существует. Вот как быть с этим бороться? И сегодня коллега справедливо сказала, что родители не пишут заявления. Надо другим путем уйти каким-то образом. Я, например, просто свидетель, мне пришлось в школе, значит, что неправильно заниматься. Родители, значит, отказываются, значит, ребенка несколько раз пытались, потом избивали и все остальное. Потом пришлось его переводить в другую школу. Значит, к сожалению, например, по первым микрорайонам в случае факты, значит, есть. И в этом случае я бы хотел обратиться к вам, сказать, если необходимость какая-то существует, значит, на уровне общественных организаций, на уровне исполнительных органов, если есть, конечно, скажем так, оперативные какие-то работы проводить, мне кажется, необходимым, почему? Потому что болезнь родителей, не дай бог, отколечить ребенка, она существует по всему всех школах, по крайней мере, я несколько школ знаю, по которым, значит, пришлось непосредственно заниматься. Если есть, значит, совместным усилием каким-либо, мы, в принципе, я считаю, и коллеги поддерживают меня, мы готовы, и, в принципе, значит, делать, если нам нет, есть необходимость, если на гональнем уровне нет необходимости. Это вот такое пожелание. И что касается, нет, и что касается выбранной системы, участия МВД, значит, по охране ответственного порядка. Я вам приведу один пример. Последний раз, когда, значит, были выборы по консистенции, когда голосование было, значит, по изменению, в Тепронском районе, значит, у нас просто не получилось, значит, стоит это сфотографировать и привезти вам как факт. Значит, там в вечернее время приезжает, значит, участковые избиратели комиссии составят двух человек, значит, заходят туда, где находятся сотрудники милиции, которые охраняют это все, открыли им все это дело, они зашли туда, открыли, значит, это все пакеты, сделали туда другие, значит, были дети и вышли оттуда. Просто человек, который все это видел, ну, не смогла это, ну, это сделать. Мне пришлось тогда там в ТИКе разговаривать, но ТИК, естественно, не подтвердил, и, к сожалению, у нас просто практического материала нет. Такие, значит, и это имеется в виду в районах существуют, так, и другой пример это в Южном, поселок Южный Депрорусского района. Значит, пришел участковый, значит, сотрудник, иначе сам уже в внутриом состоянии, значит, к нашему человеку, который был наблюдател, значит, придирался, выталкивал ее с этого, потому что, значит, она там возмущалась, естественно, конечно, и по мере того, что председатель ТИКа, говорю, она мешает, уберите ее, значит, он там, значит, пришел. Она говорит, ну, в унитвежном состоянии, что вы взяли на этом участке, идет подсчет здравоохранения. В принципе, еще раз говорю, ну, может быть, воспитательный характер, но все-таки, мне кажется, надо указывать, то, что они должны заниматься, значит, своим прямым обязанностям, не влезать в процесс, значит, подсчета, его расход, кого-то, значит, выталкивать, и что-то, я думаю, что, например, вот, мудро, значит, так, и думаете, что указание, значит, непосредственно тем начальникам, которым этим фондом занимается, оно, как бы, надо киевым каким-то образом контролировать. Не дай бог, конечно, если мы за тем фактором заведем все это, через суд, и, естественно, конечно, другие люди. Спасибо. Ну, вот, такой небольшой комментарий скажу. Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, я вам введу, может быть, такую банальность, вот, мое требование следующее. Любое заявление гражданина должно быть зарегистрировано, ну, должно быть, любое заявление. Повторяю. Поэтому, если есть, ну, есть у нас, если нет, а, я бы не прошел, что заряд тут не очень видно. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, Сергей Анатольевич. У меня такое выступление реки, это пожелание. Вот, читая ваш доклад, вижу тут такой момент, что раскрытие и расследовательное выступление в общественном факте на этот факт может быть в тех криминалистических подразделений. Почему я коснулся именно эти темы? В 19-м году мы были на родном фронте в инициативе в обзоре двух уголовных дел. Это дома для идеи сирота Шалкан, по которым Советский комитет возбудил хищение 10 миллионов и хищение при строительстве дамы бы на реке Караслав в течении 700 тысяч. Почему именно сейчас касаясь этой темы, хотя это 19-й год? Потому что дома для идеи сирота закончилась судебным штрафом хотя бы возбуждали 10 миллионов. Я понимаю, если возбудили за начием хищение 100 тысяч и ходит следствие выяснилось, там оказывается участка небольшая и 100 тысяч не украли, все нормально, вот так вот ограничился. 10 миллионов или на качестве единым штрафом это, конечно, вопрос. Как раз-таки вопрос по успешной деятельности. То есть не смогли доказать. Не проведены были должные экспертизы и наши счетные палаты тоже с опросами остаются. А по второму делу, когда возбудили дело хищение 700 тысяч, дело закончилось тем, что нашли зла опущения. Вот уже два года бедная женщина, которая на тот момент являлась просто вовольность нового. Идей изменяет то, что она сделала неправильный проект. Это какой-то ужас. Понимаете почему? Потому что она заказала проект и уволилась. Она не строила эту замку, она не подписывала проект, она ничего не делала. Она просто заказала проект и уволилась. Если есть претензии к ней по качеству проекта, то она не и на сопередниках. Есть эксперт, который делал этот проект. Плюс прошло 3 госэкспертизы. Тем не менее, 2 года она вынуждена не доказать, что она не верблю. Просто сейчас идет дело, опять прокуратуру, в поле сучек, что есть прокуратуру и сюда. Они сейчас ее оправдают в два раза. Первый раз отменили оправдание, сейчас этот район суд оправдал, прокуратура пытается апеллировала это решение и пытается дожить. А все началось именно с другого органа МВД, которые возбудили хищение а закончилось с тем, что хищения никакого не было, а виноват человек, который заказал проект. Это пожелание. Я сказал, это не вопрос. То есть о чем я хочу сказать? Нужно усиливать это на правительстве, потому что смысл возбуждения уголовных дел, если мы не можем доказать, просто на просто нет. При программе это не обязательно комментировать. Пожалуйста, если больше нет, пожалуйста, решение комитета. Уважаемые коллеги, действительно проект постановления, хотя это не так важно, но он у вас на руках, проект постановления, он рассматривался на заседании комитета, поэтому я бы хотел, чтобы представители комитета озвучить. А, не рассматривались, да? Ну, я прошу прощения, мы обсуждали этот вопрос вчера очень активно, да, поэтому, я извиняюсь, просто ряд событий вчера было много, поэтому, уважаемые коллеги, проект постановления у вас на руках, с учетом разговора, в том числе, предложение, которое я вносил, которое Сагвара Александровна вносила, министр в реплике одобрил, мы можем туда проект вписать, поэтому, давайте определимся с голосованием. Идет вопрос. Уважаемые коллеги, потому что расстроился председатель. Уважаемые коллеги, голосуем карточками, кто за? Пора уходить. Давайте без комментариев. Кто против? 25. Спасибо. Спасибо, товарищ министр. Мы все предложения услышали, постараемся в постановлении осмыслить их и направить документ вам и соответствовать в Министерство Российской Федерации для совместного принятия миров. Спасибо. Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты, хотелось вас поугадить. Во-первых, за высокую оценку первую часть это наш сотрудник в Министерстве. Еще раз спасибо. Да, как ни с кем была платформная работа. Я вчера просто еще раз, несмотря на то, что на комитете мы не рассматривали, мы вчера вместе со своими коллегами председателями некоторых комитетов рассматривали эту ситуацию с участием министра. Поэтому действительно это платформа. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. Нет, мы успеем еще. Мы работаем с вами, уважаемые коллеги, сейчас 20 минут. Можем еще послушать один вопрос о докладе правительства Республики Калмыкия, о положении детей и защите прав в Республике Калмыкия. Вносится председателем народного курала парламента Республики. Пожалуйста, министр у нас болеет официально на больничном. Нам сообщили, что будет докладывать заместитель министра. Да, уважаемые коллеги, поэтому Герман Горгиевич Сан-Гарыко, пожалуйста. Антон Реплика пока он идет. Я имел ввиду пора уходить от этой системы. Вы же обещали ремонт электронную систему наладить. Что мы карточками голосуем до сих пор. Я сказал от этого уходить. А вы что имели ввиду? Я думал, что ты опять пытаешься в мой адрес. Оказывается, как бы плохо обо мне думать. Но я все-таки не против, если вы уйдете с должности. Но насчет поправок вместе будем решать. По обновлению. Да, надо решать. мы уже проекты подобрали наиболее компактных современных установок, которые позволят нам видеть друг друга информационно хорошо. На прощание нам сделаете. Значит, Герман Ильич, прощание. Мы с вами вместе. Я готов? С вами вместе готовы. Уважаемые приглашенные вашему вниманию предоставляется доклад о положении детей и защите правы республики до 20-х год в сфере образования. Республиканская система образования. Я прошу прощения, Герман Ильич, давайте так, мы доклад тоже вам посмотрели. Вот как никогда. Значит, давайте мы до 15 минут, потом мы лучше вопросы и пожелания. Вот сегодня у многих депутатов уже сложилось определенное представление. Значит, давайте, пожалуйста, до 15 минут. Конечно, я постараюсь коротко, но как бы главное постараюсь сказать, потому что доклад о положении детей мы представляем ежегодно в федеральный центр, и он составляет у нас порядка 150 листов. Конечно, я все не буду сегодня зачистывать. республиканская система образования представлена 12 организаций средне-профессионального образования с филиальной сетью 3 единицы, 162 общеобразовательные организации, 110 дошкольных образовательных организаций и 42 организации дополнительного образования. В республике обеспечено на сегодняшний день стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития. В системе образования работает 8510 педагогических работников, в том числе дошкольных образовательных организаций 1469 работников, в общеобразовательных организациях 6059 педагогических работников, в их числе 4918 человек это учителя, в учреждениях дополнительного образования детей 487 педагогов, в учреждениях КСПУ 495 преподавателей на северо-производственное обучение. Коротко о дошкольном образовании. Услугу дошкольного образования предоставляют 10 дошкольных образовательных организаций, в том числе 108 муниципальных детских садов, 2 частные дошкольные организации. В в priscy 37 детских садов. В районных муниципальных образованиях 74. Общий оплаты детей в дошкольном образовании 11, 185 детей. Зарешены плановые мероприятия по модернизации региональной системы дошкольного образования, направлено ликвидацию очередности для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин в создании условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет национального проекта «Демография». В результате реализации проектов созданы на сегодняшний день 6 тысяч 7 дополненных мест для детей дошкольного возраста. Во всех дошкольных образовательных организациях Республики сегодня внедрён государственный образовательный стандарт дошкольного образования. В рамках реализации мероприятий программы до 2022 года у нас будет создано дополнительно еще 409 новых мест для детей в возрасте до 3 лет. По состоянию на 1 января 2021 года общее образование реализуется у нас в 162 общеобразовательных организациях, в том числе и в 3 частных общеобразовательных организациях. В Республике превалирует число сельских школ 82%. Для удовлетворения социального запроса на предоставление повышенного уровня обучения создана сеть инновационных учреждений, представленная на сегодняшний день 15 гимназиями, 7 лицеями, этнокультурной школой для творческих отдалённых детей. На уровне на уровне общего образования удается сохранить сеть школ, в том числе детям из малокомплектных школ, модернизировать инфраструктуру общеобразовательных организаций. Так, открыта современная школа на тысячи мест, это Калмыцкая этнокультурная гимназия имени из-за апогиты, построен начальный блок Комсомольской гимназии имени Басантово-Черноземельском районе на 175 мест, реконструировано здание Кунгской средней школы Черноземельского района. В настоящее время завершается строительство новой школы селья Троицкая на 528 мест, строительство средней общерозвращенной школы селья Малой Дорбеты на 275 мест, и в этом году будет также строительство новой школы в южном районе, о котором мы давно говорили, это на улице Шапшукова на 825 мест. Конечно же, планомерно осуществляется капитальный ремонт зданий, помещений общеобразовательных организаций. В 34 образовательных организациях созданы условия для совместного обучения инвалидов, убийств, не имеющих нарушения в развитии посредством реализации мероприятий государственной программы «Доступная среда». В 32 общеобразовательных организациях расположены в сельской местности проведен капитальный ремонт в строительных спортивных залах. 162 школы это все 100% оборудованы на семьях с сентябряно-гигиеническими помещениями. Обновление содержания общеобразования достигается посредством реализации федеральных государственных общеобразовательных стандартов общеобразования, основных общеобразовательных программ общеобразования, концепции учебных предметов, а также развитие национально-региональной системы образования, обеспечивающие реализацию на культурных потребностей языковых прав участников образовательного процесса. Министерством организуется целенаправленная работа по развитию и обучению отдаленных детей. В настоящее время нами заключено соглашение с Образовательным фондом талантов и успех в направлении развития и поддержки отдаленных детей. на базе федерального центра Сириус очное обучение прошло за последние два года более 50 школьников Республики Калмыкия по образовательным программам математика, физика, информатика, литература, биология. Совместно с Образовательным центром Сириусом сегодня реализуется большой проект «Большие вызовы». В 2020 году Российский Совет Олимпиад Школьников опубликовал благодарности для школ, подготовивших значительное количество победителей и призеров Олимпиад по итогам 19-20 учебного года. Так, педагогический коллектив Элисинского лицея получил благодарность за подпись представителя Российского Совета Олимпиад Школьников ректора Московского университета Академика Садумичева за качественную подготовку участников Олимпиад. Также Элисинский лицей находится на 24-м месте в рейтинге лучших школ Олимпиад по конкурентоспособности своих выпускников. Также результативность работы направленной на развитие отдаленных детей является поступление наших школиков в специализированные образовательные организации, такие как Комодоровская школа при МГУ имени Ломоносова, Президентский физико-математический лицей в Санкт-Петербурге. Всего за последние два года данная образовательная организация у нас поступило более 20 школьников. На территории Республики Калмыкия осуществляет свою деятельность комиссия по делам несовершеннолетних при реализации задач по профилактике безнадзорности и правонарушению несовершеннолетних, а также при решении вопросов обеспечения защиты прав и законных интересов детей на территории Республики Калмыкия. В 20 году составляет составляет учреждения художе эстетической направленности 38% физкультурно-спортивной направленности 10% туристко-корролеведческой направленности и 9% технической эколого-биологической направленности. Эффективность работы системы дополнительного образования подтверждает успешное участие наших школьников во многих всероссийских конференциях, конкурсах. Дополнительное образование это составная часть модернизации новой школы и федерального общеобразовательного стандарта общего образования. Утвержденных федеральных государственных общеобразовательных стандартов начального и основного общего образования дополнительное образование присутствует как обязательный компонент. В новом поколении ГОС понятие внеурочной деятельности рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность осуществляемой формой отличной от классного урочной системы. Интеграция дополнительного образа образование во внеурочной деятельности представляет перспективную модель развития дополнительного образования в рамках программы воспитания и социализации. Всего в школах республики действуют свыше полутора тысяч кружков. Данными формами внеурочной деятельности охвачены более 26 тысяч школьников, из них более 7 тысяч школьников, или 29% занимаются в двух и более кружках. О достижениях небольших. В 2019 году на базе Республиканского центра детского творчества создан детский технопарк «Кванториум» с установкой новейшего высокотехнологического научного и исследовательского оборудования. Детский технопарк создан по модели наиболее оптимальной для республики формы реализации проекта по количеству и площади учебных помещений, по количеству реализуемых образовательных программ. Хотелось бы сказать, что мы полгода буквально были в нашем «Кванториуме», и на сегодняшний день, конечно же, в связи с пандемией, мы передали это задание Министерству здравоохранения, но очень надеемся, что скоро эта беда закончится, и наши дети опять придут влечиться в наш, так скажем, современный центр детского творчества. С 2020 года у нас функционирует мобильный технопарк «Кванториум». И поэтому, имея сегодня технопарк на колесах, это современная автомобильность, также обустроенным новым оборудованием. Буквально за последние годы мы успели побывать уже в населенных пунктах строк муниципальных образований. Для детей это, конечно же, очень интересно, потому что не надо им ехать в центр, к ним приезжает сам «Кванториум», то есть дети могут прийти и в течение какого-то времени заниматься именно на базе мобильного «Кванториума». Хотелось бы сказать, что в 2020 году именно для создания новых мест в дополнительном образовании в Республике Калмыкия приобрело новое оборудование в 71 организации среднего и дополнительного образования. Я прошу просить, если можно, нас еще интересуют вопросы кадровые, как мы эту проблему будем закрывать в ближайшее время. И ваши, так сказать, предложения по тем проблемам, которые есть. Осталось у вас 3 минуты. Попробуйте вот так эти темы пролистать. Все-таки я хотел бы тоже, как бы, всю тему, которая очень сильно меняет, в том числе волнует, это социальная защита и охрана прав детей-сирот. Вот, что хотел бы, все-таки я хотел ее отверстить. Буквально на сегодняшний день на учете в органах обидки и попечительства находятся 337 детей-сирот и детей, оставшихся в детском учении родителей в возрасте от 0 до 18 лет. Под опекой находятся, ну, практически все, 322 ребенка, в том числе 18 детей-инвалидов. Из них в приемных семьях 6 человек. В организациях для детей-сирот находятся 13 детей, из них 9 детей-инвалидов. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся в детском учении родителей, установлены законом Республики об организации работы по опеке и попечительству Республики Калмыкия. Буквально несколько слов. Ежемесячный размер денежных выплат на содержание одного ребенка, оставшегося в детском учении родителей в семье Арпикуна, составило на одного опекаемого 11 422 рубля в 2020 году и 17 633 рублей на одного ребенка-инвалида. Ежемесячное вознаграждение приемным родителям, это другая форма устройства детей, переданного в приемную семью, установлено на одного ребенка в размере 20 000 и на каждого ребенка-инвалида 30 000 рублей. Всего в Республике 16 приемных семей, в которых воспитываются 24 ребенка-сироты, в том числе 6 детей. Финансирование указанных выплат осуществляется из республиканского бюджета. Я хотел бы сказать, что обеспечивается все своевременно и в полном объеме. Защита от жилищных прав детей и сирот, оставшаяся без попечения родителей, остается на сегодняшний день, к сожалению, наиболее социально значимой проблемой. Если взять 2020 год, конечно, в законном республике на 2020 год было предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 76 миллионов рублей. По итогам, в принципе, эти средства были израсходованы по назначению... Реализовали свои права на получение жилья 76 граждан на сумму 70 миллионов 428 тысяч. Буквально несколько цифр о количестве детей и сирот, которые стоят на регистрационном учете. На сегодняшний день на учете состоит 555 человек на получение жилья. На первое января для сравнения 2020 года их было 631. Количество лиц и числа детей и сирот, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовывало 430. То есть это разные цифры, потому что есть список детей и сирот, а есть граждане, у которых наступило право, и они не получили это жилье. Их 430 человек. Из них в возрасте 18-23 года 218 человек, а также 23-212 человек. В 2020 году планировалось предоставить жилье 107 гражданам из числа детей и сирот. Это приобретение на выплаты, полученные согласно судебным решениям 85 человек, и выделение жилья по добору найма специализированных жилых помещений за 22 человека. Фактически обеспечены жилыми помещениями 96 детей и сирот, в том числе предоставление социальных выплат 7,6 человек, живут в помещениях 20 человек. Несколько слов о деятельности органов опеки и попечительства. В настоящее время надрела необходимость, наверное, реорганизации именно органов опеки и попечительства. Видимо, необходимо увеличение нормы кадрового обеспечения опеки и попечительства. Потому что на сегодняшний день деятельность по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних в 13 муниципальных образованиях в городе Весте осуществляет всего 23 специалиста. Это представьте на такую армию детей в нашей республике. Норматив специалистов опеки и попечительства в отношении совершеннолетних в республике остается на уровне еще 2008 года, когда принималось решение из расчета один работник на 5 тысяч детского населения в городе Веста. Это детское население до 18 лет. И на 3 тысячи детского населения на территории муниципальных районов. На сегодняшний день есть у нас письма, есть у нас предложения и Министерства образования и науки, и правительственной комиссии по делам несовершеннолетних в защите их прав о том, чтобы где-то одна штатная единица была не более чем на 1,8 тысяч детского населения в городе и не более чем на 1,3 тысячи детского населения в сельской местности. То есть я думаю, что этот вопрос в ближайшее время мы также поднимем и просим вас поддержать наше предложение. Ну, в принципе, я думаю, что лучше я отвечу на вопросы. Да, тут прямо в форме, может, не вопрос, а утверждение в вашем случае. Вот эти предложения, что они в ближайшее время, а надо расчеты делать, носить предложения, чтобы при поправках в бюджет мы могли какие-то принимать меры. Значит, поэтому давайте делайте расчеты в правительстве, вносите предложения. Мы на комиссии пропустим, прогласим депутатов. И в наших же силах поправки делать, если эта тема такая касается детей, или неотложная, как угодно. Мало, немало проблем, но это в особенности. Давайте вот не от разговора, где вы как-то конкретно. Булгана Борисовна, пожалуйста, вам вопрос. Микрофон, пожалуйста. К сожалению, вопросы образования мы не так часто рассматриваем на заседание Урала. Это, насколько мне помнится, третье выступление. И, к сожалению, министр образования у нас был один раз только, Монтай Николай Горяевич. Германа Ильича мы уже видим третий раз. И в связи с этим, мне пожелание правительству, в данном случае, Дмитрий Мараш Абисеевич, есть, как бы, в следующий раз в вопрос образования есть участие министров, что у нас тут снимает. Поскольку, ну, вопросов действительно очень много. Это и кадровые вопросы, это и изучение родного языка, это и отношение школ с современными компьютерами. Но одно дело, когда отвечает замминистра образования, другое дело, видение самого министра. Хорошо. До сегодняшнего, действительно, утра стоял министр в докладчиках. Я тоже держал на контроле. Ну, все, наверное, все болеют. Будем верить, что это так и есть. Поэтому, пожалуйста, просто, Наталья Сергеевна. У меня будет три вопроса к докладчику. Значит, первый вопрос связан с теми детьми-головедами, которые обучаются на дому, да? Насколько вы знаете, вот, год назад депутаты Левсенского городского собрания о шарте справедливой России обратились к вам в связи с тем, что в отношении этих детей нарушается федеральный закон. Потому что им положено бесплатное питание, а так как они обучаются на дому, они ничего не получали. Я знаю, что Министерство образования предприняло, да, определенные минимумы. Сумму вот это рассчитали. И я вот при принятии бюджета на этот год, вот, когда мы встречались с министром финансов, уточнила, действительно ли вот нужная сумма, заложенная в бюджет. Он не подтвердил. Вот я хочу сказать, насколько это исполняется. Вот здесь вот у вас реализация прав детей-инвалидов, ничего об этом не сказано в докладе. Насколько это исполняется? И какая сумма вот на сегодня, рассчитанная на Министерство образования, выплачивается этим детям в месяц? Это первый вопрос. Значит, второй вопрос касается организации горячего питания в школах. Вот, значит, не так давно московский комсомолец Вышла статья о том, что в Калмыкии воспитанников четырех детсадов и двух школ Октябрьского района кормили обедами, приготовленными с многочисленными нарушениями соответствующих технологических требований. У меня вопрос, как вы отреагировали на это? И третий вопрос. К сожалению, вот я согласна. Я тоже ожидала, что будет министр образования. На прошлой встрече с министром образования, а тогда министром образования был господин Монсай, я обратилась к нему с просьбой обратиться в избирком республики Калмыкия с какой просьбой? Выводить учителей школ из состава УИКов. Это возможно сделать. Вообще нужно изолировать учителей школ и выборный процесс. Учителя не должны заниматься этим. Почему? Потому что их задача, я говорила об этом, все эти разумные, добрые, честные, да? Вечные. А они занимаются у нас чем? Они у нас, вынуждая их власть, заниматься фальсификацией итогов выборов на каждом избирательном участке. Вопрос не расширяется. Это, почему не расширяете? Я уточняю вопрос. Вот, было ли направлено соответствующее письмо в избирком республики Калмыкия? Все. Три вопроса. Спасибо большое. Ну, по первому вопросу, в принципе, я лично, как бы, постоянно общаюсь в том, что все представители общественной организации детей, родителей, детей в районе Табарди. На сегодняшний день в бюджете у нас на 21-й год запланированных средствах, как ты говорила, честно говоря, на сессии 56 миллионов рублей. Мы надеемся, что эти деньги полностью пойдут у нас именно на образование детей-инвалидов, то есть на расширение возможностей наших образовательных организаций, в первую очередь, конечно, это расширение тьютеров, педагогов, психологов, специалистов. Нет, это же написание детям, должны родителям выплачивать эти деньги. Вы что-то путаете. Вы не сказали, о чем шла речь на прошлом. Я имею в виду вот эту сумму. Что касается выплат детей-инвалидов, на сегодняшний день у нас тоже в бюджете эти суммы есть, на сегодняшний день 38 детей-инвалидов, которые занимаются, находятся на домашнем обучении, получают компенсацию на питание в размере 112 рублей в день. Это те дети-инвалиды, которые именно на домашнем обучении находятся. Хорошо, по учителям вопрос. Нет, второй вопрос был по питанию. Вот тогда ты сказал, нет соответствующих. Да, второй вопрос был по горячему высчитанию. Наша реакция была сразу молниеносной, честно вам скажу, потому что я лично увидел в сетях этот пост. И первое, что мы сделали, мы сразу же, в первую очередь, вызвали, ну, не так вот, на связь, на видеосвязь представителей Октябрьского района, сразу же дали всех поручения. И, конечно же, мы посмотрели эту ситуацию, да, часть вопросов на самом деле так стоит, но на сегодняшний день по итогам именно вот проверки Октябрьского района мы провели также и в режиме видеоконферент-связи, большое совещание со всеми нашими муниципалитетами, именно по тем вопросам, именно по тем вопросам, по которым были претензии со стороны надзорных органов. Хотелось бы сказать, что на сегодняшний день у нас полностью, 100% все дети с первого по четвертый класс в нашей республике охвачены горячим питанием. Дело в том, что все они охвачены, они обязаны быть охвачены. Был специальный указ президента России Владимира Путина о том, что все дети, в общем-то, младшие школьники должны быть охвачены бесплатно горячим питанием. Здесь вопрос стоит о качественном питании. Хотелось бы, чтобы со стороны вашего ведомства был более, ну, надлежащий контроль был осуществлен. А качественным занимаемся. Так, пожалуйста, третий вопрос. Конкретно нужно делать. Что касается третьего вопроса, я, если честно, не знаю, что ответить, потому что учителя, это такие же, наверное, жители республики, если он хочет быть членом, ради Бога, если не хочет, он откажется. Но дело в том, что вот очень много учителей обращаются к нам. Они не хотят быть членами участковок избирательной комитии, но говорят, что их заставляют, что они не могут выйти. Ситуация-то такая. Хорошо. Ну, он не в курсе дела. Не в курсе дела. Ну, как это, если человек написал заявление, ну, мне кажется, он выйдет. По-разному у нас пишут заявление. Значит, уважаемые коллеги, сейчас я там в слово. Значит, пожалуйста, Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги, уважаемый Анатолий Васильевич, вчера на заседании практики я поднимал ряд вопросов и на все предложения. И в рамках сегодня вопроса, в том числе речи, о том, что мы проводим правительственный час, стало хорошим работать системой, но мы пока не видим необходимый вот обзор по ранней принятий решениям. В связи с подтверждением числов, или того предложения, которое было внесено мною, я хочу переломожить числово Бернердничею и Днерднического вопроса. Днердничество. Первый вопрос. Кадровый вопрос. На прошлом заседании на юридическом часе мы просто рассматривали детально, были годы принятий решения. Что изменилось? Пустя год. Это первый вопрос. Какие меры предприняты, когда программа предприняты, каковы сегодня в зубе. Второй вопрос. И сегодня сказали о, вернее, ослабленном вопросе о праве и защите детей. И в этой части право на образование. Право на образование, причем качественного образования. Это, конечно, вопрос кадровый и касающийся олимпиады. Мы сегодня всем затронулись, а ведь есть отдельная программа, программа поддержки, выявления, поддержка балансирующей. За последние ряд лет, три года лет, так как вам удобно, вы выручили все статистику по поведениям олимпиаду или республике Калмытии на арте российских олимпиадах. Если так, то есть есть цифры, то да, а если нет, то в чем проблема? Второй вопрос. Третий вопрос. Право на отдых. Отходы взгляды с государственной политикой Министерства образования и науки на организации летнего возраста. Какова статистика и в этом году всего планировать. Особенно касается вопроса о персональных лагерях и охоте детей. И четвертый вопрос. Это тоже право, так и право на здоровье. Вопрос касается организации учреждения школьного образования и стиль общего образования. Это организация медицинского службы индустей. Среди всего, это вещество о медицинских кабинетах, медицинских кадрах, ну и споняточном оборудовании. Если можете ответить, пожалуйста. Лаконично давайте. Я согласен за вопрос кадров. Вопрос старения кадров. Он очень остро, очень стоит в республике. Конечно же, это правильный вопрос. Хотел бы сказать, в любом случае, на сегодняшний день Министерство мониторит ситуацию именно по кадрам. Конечно же, мы пытаемся сейчас всеми силами этот вопрос решить. Те же, допустим, кадры по учителям-предметикам, те же кадры по учителям колоннского языка, те законы, которые образование нашей республики. Я хочу сказать, что на сегодняшний день, вот сейчас вот у нас идет сотрудничество тех кандидатур, ребята, которые проводили свои заявления на единовременную помощь в размере 100 тысяч рублей. Это указывают на выписку, указывают те молодые специалисты в области образования, которые в прошлом году закончили учебное заведение и с первого года начали работать в системе образования нашей республики. То есть, как бы количество людей, может быть, благодаря и в том числе этой помощи материальной, конечно же, растет. Но в любом случае, я согласен с тем, что нам нужно обязательно, конечно же, какая-то такая программа вместе с университетом, может быть, вместе с другими российских олимпиадах. Участие наших детей, конечно, огромное. На сегодняшний день количество, честно, я не могу сказать, я дам, вот просто... Ну да, то есть, важнее результаты. Да. Вот. По результатам я буквально несколько слов буквально сказал, что наши дети не только, как бы, вот, выделяются на олимпиадах, ну и, конечно же, в первую очередь мы следим за тем, смотрим за тем процентом поступающих, престижный будет в уроке в том числе. Что касается отдыха, к сожалению, да, в прошлом году, вы знаете, в связи с пандемией, мы, в принципе, были готовы. Я лично на оперативный штаб представлял несколько предложений, каждый раз разные. Я представлял предложение на 1 июня начать летнюю оздоровительную кампанию, но, допустим, с 50% загрузки лагерей. Хочу сказать, на 1 июня прошлого года, 20-го года, все наши лагеря были готовы к приему детей, кроме лесной сказки. Лесная сказка, хочу сказать, что на сегодняшний день готовы к приему детей в 21-м году. Второе мое предложение на оперативный штаб Республики Калмыкия было начать летнюю оздоровительную кампанию с 15 июля, то есть две смены успеть сделать. Но, в принципе, решение оперативного штаба, в конце концов, у нас летняя оздоровительная кампания не состоялась, не состоялись те профильные смены, которые мы планировали, в том числе и вот Сергей Анатольевич объявлял те смены, которые мы планировали совместно с МВД и так далее, и так далее. Именно для детей, попавших в трудную ситуацию, стоящих на различных формах профилактических учетов. Что касается... Дмитрий Анатольевич, я прошу прощения. Ну, мы понимаем, я же не говорю, сейчас в ковидном периоде мы все прекрасно понимаем. Я думаю, что вы глубоко понимаете и сознаете. Тут вопрос, который я задаю. Чему с каждым годом, потому что я говорю, в конкретном вопросе. Национальных лагерей у нас в районах становится все меньше и меньше и закрывается. Независимо от ковидных ситуаций. Я не так вопрос-то о ковиде. Я, в принципе, не понял значимого вопроса. Я хочу сказать, что, к сожалению, у нас нет республиканских лагерей сезонного действия. Все они муниципальные. Муниципалитеты, вы сами знаете, муниципалитет муниципалитету рожен. Есть глава, который ответственно относится, у которого есть средства, в том числе и свои, средства, которые могут себе позволить держать в нормальном состоянии лагерь. А есть муниципалитеты, которые сразу мне отравлено и говорят, да именно зачем вот это вот публичное предприятие. То есть, как бы, мы стараемся. У нас три года назад вышло распоряжение правительства Республики Ковмаке о выделении финансовых средств именно на подготовку предельно-оздоровительной компании. В районе 10-15 миллионов ежегодно мы закладываем бюджет для того, чтобы эти средства выделить муниципалитетом именно на подготовку лагерей сезонного действия к предельно-оздоровительной компании. Хочу сказать, что в прошлом году мы сделали лесную сказку. Лесная сказка обошлась в бюджетной республике Ковмаке тоже в 29 миллионов рублей. То есть, мы стараемся. На сегодняшний день лесная сказка готова. Я не хочу сказать, что у нас есть какой-то спад. Нет. В принципе, те лагеря, которые работали пять лет назад, они работают и сегодня. Кроме салюта Сарфинского района. Но салют Сарфинского района, буквально я вот на прошлой неделе разговаривал с новым главой района, который заинтересован отнесся к тому, что у нас время есть и мы давай попробуем с тобой реанимировать лагер к летней озародительной компании. На следующей неделе, в среду, я с ним встречаюсь и, в принципе, мы эту тему будем продолжать. Надеюсь, что наши помощи... Вы же идеологи, увидите вопрос, идеологи вы в решении его качества. Подталкивайте, собирайте эти штабы, вносите письменные предложения в правительство, выходите сюда. Вот наших депутатов с комитета. О комитете говорит, что там люди, которые рядом с образованием, работают в образовании. Так, дальше давайте. Все, да? Так, нет, там еще есть. Еще не вопрос. Можно, наверное. Дмитрий Ильич, по медицине, ваше ведение. Знаете, Дмитрий Ильич, в принципе, могу сто процентов сказать, в каждом, в каждой большой, большой школе у нас есть медицинские кабинеты и есть медики. Сразу скажу, что медики эти все совместители. То есть, медицинские работники, даже хорошая зарплата будут, они не придут к нам работать на основную работу по одной простой причине. У нас нет для них стажа именно в медицинской деятельности. Это, в принципе, этот вопрос, который давно, всю жизнь стоит и он будет стоять. Да, конечно, вот меня больше на сегодняшний день интересует все-таки... Извините, уточните, что у них не будет стажа. Наталья Сергеевич. Нет, просто уточнение попробую спрашивать. Да, думаю, сейчас, секунду. Сейчас, секунду, я это говорю. Меня на сегодняшний день больше волнует все-таки укомплектованность медицинским штатам именно нашей коллекционной школы и санаторной школы, это те школы-интернаты с круглосуточным прикупанием детей. Вот там, да, у нас есть маленькие проблемы, мы пытаемся ее закрыть. Я не знаю, вот на ваш вопрос я тоже не могу ответить, потому что медики говорят, я могу к вам прийти, но мне хотя бы 0,25 в РДМЦ надо иметь. Не знаю, почему. Вот не знаю, какой это медицинский стаж. У нас образовательная организация, если на основной работе в образовательной организации медицинский стаж идет, не знаю. Будет министр, следующий докладывает. Может быть, если действительно это так, то это можно на законодательном уровне решить. Будет министр, вот что вы, садокладчик, 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 садокладчик. Вы давайте как-то полноходите, я уже полчаса ее в дело, если ничего не услышали. Пожалуйста. Нет, я... Я взял. Если вопрос, ну, на вопрос, ну, задан, ответ пока нет, мы получим... Я говорю, проект сейчас был проведен год назад, в 50-40-40-х говорила. Там вопрос стоял еще шире, вопрос, о состоянии развития общего образования. Сегодня вопрос достаточно узкий, но очень важный. Так вот, вопрос у меня был, еще раз хочу на это обратить внимание. Год прошел, какие меры, какие решения, я говорю, всякие решения, что принято, что удовольствие, а что не удается. По нашим рекомендациям, которые приняты, по нам, ведь мы проведем, как и в следующих случаях. В прошлом году, под прошлым году, какой-то анализ делаете или так, от случая в случае? Я считаю, что работа ведется плавно, поэтому как бы все вопросы, которые ставят, в том числе и на засветаниях Урала, конечно же, они все исполняются. Уважаемый коллега, суть вопроса вот в чем. Вчера мы обсуждали это на фракции, согласен, Александр что-то не поймет вопроса. Вопрос идет о тех мероприятиях, которые докладывает Министерство образования. Я имею ввиду, сегодня мы заслушаем доклад правительства, мы так говорим, значит, мы ежегодно заслушаем и доклад правительства, и не ежегодно, но заслушаем и правительственный час на тему образования. Вот разговор вчера шел как раз об этом, что нужно нам видеть, мы видим результат, или просто заслушали от галочки до галочки. Об этом разговор идет у Макатидыча, вчера на фракции об этом шел разговор, и он правильный разговор. То есть, мы, допустим, происстричали раз в три года, а отчет детей это ежегодно мы слушаем. Есть какие-то результаты? Ну, понятно, новый министр, вы работали, такого анализа у вас нет с собой сейчас. Нету. Вот, все понятно. У меня вопрос. Давайте на будущее, и по правительственным часам, и по вопросам отчетов, понимать, что предыдущий отчет сделан от ТОТО, в том числе МВД, в том числе другие докладчики, были какие-то замечания от нашего районного депутата, и сделано ТОТО, вы помогли там-то, продвинулись дальше. Вот суть нашего разговора, для чего же мы проводим эти отчеты и правительственные часы, о чем мы все и думаем, и говорим. Спасибо вам. Ольга Юрьевна, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги, Сергей Анатольевич. У меня вопрос, вы упомянули о докобразовании, именно по вашему докладу, есть сектор, да, дополнительное образование, и вы упомянули о конторе, конторе это новая модель дополнительного образования для детей и молодежи, более 73 миллиона выделены в федеральном обществе на докупку оборудования. Во всех регионах, во многих регионах, несмотря на пандемию, очень широко ведется деятельность в антолиуме, но, к сожалению, мне кажется, что у нас уже немного повторяло текущее направление, и, конечно, к антолиуму это придавая площадка внедрения инновационных технологий в области образования, конечно, в первую очередь. И суть вопроса в чем? Ко мне очень часто обращаются родители, вопрос в том, что очень трудно попасть в антолиум. С чем это связано, какой процент и сколько детей занимается на сегодняшний день в конторе, и какой процент детей из молодежи семей. Понятное вопрос. Можно задать второй вопрос, да? Да, пожалуйста. Второй вопрос связан с федеральным проектом, современная школа. У нас в помощи запущены на сеть классов в 43 школах, запущены классы, то есть хорост. Это очень здорово, что у наших детей появилось новое оборудование, психотехнологичное оборудование. Но, к сожалению, я сама лично посетила несколько классов в точке роста. Они действительно современные, прошел комплектованно. Но, к сожалению, учителя столкнулись с тем, что оборудование выдали, материально-технические хостели, но, к сожалению, не показали и не довели должным образом, как пользоваться данным оборудованием. И очень много проблем, особенно тех школ, которые находятся в закреплении города. То есть все эти школы. Как с этим работаете? Что в планах? И, конечно, какие сейчас есть планы по повышению квалификации и при подготовке педагогических работников? Потому что, мне кажется, здесь тоже есть ряд, несколько проблем. Спасибо. Спасибо большое, Лега Юрьевна. Ну, по плантуру, в принципе, я сказал, да, на сегодняшний день, честно вам скажу, мы учимся на 70 квадратных метров арендованной площади, платим арендную плату. Конечно же, в этих вот узких условиях, я сам говорю, что вот вот этот набор детей, который был у нас и есть на сегодняшний день, я понимаю, родителей. И, конечно же, мы сейчас не берем, потому что, сами понимаете, в пандемии мы не можем в одном маленьком помещении собирать 50-60 детей, а желающих очень много. Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Все обучение в Кванториуме абсолютно бесплатно на себе. Очень надеемся, в ближайшее время, мне пообещали, ну, самым максимум месяц, если мы вернемся в свое помещение к Кванториуму, потому что мы его подготовили для того, чтобы принимать большое количество детей. И по тем целым показателям, по которым мы оптируемся перед либеральным центром, это не менее 5 тысяч дополнительных мест, вот именно с помощью Кванториума. Мы должны, благодаря тому, что закупили вот это вот хорошее оборудование, мы должны это, конечно же, и показать на самом деле. Что касается, да, современной школы. Точка роста, это одна из маленьких программ в прошлом году, которая была, да, 43 школы у нас оснащены, оснащены очень неплохо. Хотел дополнительно сказать, в связи с пандемией мы обратили внимание на то, что при переходе на лекционное обучение или дистанционное обучение у нас возникали вопросы на потерях технической базы, элементарное наличие компьютеров, планшетов и всего такого. И поэтому только одних компьютеров, допустим, в 20-м году во все образовательные организации мы поставили 100-500 компьютеров. Это современная, хорошая техника уже, которая уже на сегодняшний день решает очень много проблем, в том числе для и педагогов. Поэтому мы как бы для себя ставили задачу быть готовыми максимально, вдруг будет необходимость перехода на дистанционном цирке. Хочу сказать, что с 1 сентября как мы очень занимались, так и очень занимаемся. Но мы были готовы к этому. Что касается именно точки роста, да, в этом году у нас эта программа продолжается, но в этом году будем модернизировать еще порядка 35 образовательных организаций. Здесь будет новое дополнительное оборудование, здесь уже будет она больше именно к предметикам относиться. Мы будем модернизировать кабинеты физики, биологии, химии, именно вот лаборатории и все остальное, потому что это тоже как бы устарело. Но многих школ, к сожалению, у нас просто нету, я просто сам как физик понимаю, нету просто лаборатории или нету для проведения каких-то лабораторных работ. Что касается повышения квалификации, да, конечно, я понимаю, что очень много из того, что мы поставили в нашу образовательную организацию является суперсовременным. Но я надеюсь на то, что наши педагоги тоже, в принципе, учатся на... быстро учатся и понимают это оборудование, но это не значит, что мы должны там опустить руки. Конечно, у нас есть предложение по проведению цикла именно семинаров по повышению квалификации и именно вот этих вот педагогов, которые будут заниматься именно вот с точки опроса с этим оборудованием. Хорошо, Николай Евгеньевич, уважаемые коллеги, мы вот как-то планировали двум завершить, сделать перерыв. Сейчас мы... я просто советую заранее. Или мы еще двух садокладчиков, садокладчики, слушаем в форме информации, задаем вопросы и делаем перерыв. Или делаем перерыв, а потом заслушаем двух садокладчиков. Ну, я думаю, какое будет предложение. Хорошо, Николай Евгеньевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, странный доклад правительства, а ей, в общем, да, не председатель, не замов, вообще никого нет. Опрос очень серьезный. И сегодня просто получается, что заместитель министра нет. Все получается, что заместитель министра сбывается, да все. Но, тем не менее, я хотел бы задать опрос. Вот в конторе, это что, каким образом мы напередуем в здравоохранение? Это первый вопрос. И потом, насколько вы понимаете, что там, получается, под ковидные даты, да? Да. Извините, а потом кто будет этим вопросом? Как дезантилации, как она прозвития там? Даже дети занимаются. И поэтому кто принял такое решение? Это один вопрос. Второй вопрос. Сколько детей в очереди на ясль за трех лет в республике? И последний вопрос. Сколько детских учреждений, имеется в виду, значит, детские сады, ясль, значит, и школы должны были сданы в 2020 году по нас проекту, значит, там и по другим государственным проектам. Если не сданы, то по какой причине и что, какие меры предпринимаешься от того, что вы считаете? Спасибо. Ну, что касается Фондонова, уважаемые депутаты, в принципе, это решение оперативного штаба, если праздно вы знаете, в решении оперативного штаба было все, что прописано. Передача. Мы выполнили это. Я сам лично 3 дня вывозил оборудование, сам лично готовил, сам листопринимал участие в передаче. На сегодняшний день, как мы туда будем заезжать, понятие есть. Потому что я сразу предупредил, в том числе и правительство Республики, министр финансов, и в том числе Роспотребнадзор с министерством правоохранения о том, что, в первую очередь, провести хорошую оперативку, потому что это обыкновенный ковидный госпиталь. Не какой-то там обсерватор или о чем мы раньше шла, это госпиталь со всеми вытекающими. На сегодняшний день, ну, наверное, это правильно, это помещение принадлежит нам. На сегодняшний день, в течение уже скоро будет год, полностью на нас вся лежит, вот пропал интернет, я лично выезжаю, нахожусь, заделась канализация, вы лично с коллегами выезжали. Это не принципиально, вы нам на вопросы отвечаете, как с работой. Ну, это каким образом передали, потом уже было решение, а решение... Все, отвечай на вопрос, давайте дальше. Что касается яслей, на сегодняшний день, в 2020 году, мы в 2020 году начали строительство 10 яслей, из них у нас в стадии завершения находится сегодня 3 детских сада, а остальные документы все подписаны, есть разрешение на вовсо-эксплуатацию. Три садика, это два садика в Китченеровском районе, это Кибульта и Юрдык, и Утта. Ну, там каждый садик со своими причинами. Основная причина, я считаю, это пандемия, вторая причина, как всегда, не хватка свет. В общем, ну, единственное, провели полностью анализ вместе с подрядчиками и заказчиками по этим 3 садикам, определили дорожную карту по картовому объекту с окончанием строительства, то есть до 1 сентября этого года эти садики, кто-то раньше, кто-то позже, будут введены. И того сколько садиков? И того 10 садиков. Все, третий вопрос. Третий вопрос у нас был, по срокам строительства и садонарушения. Да, я сказал, по срокам строительства 3 садика у нас. Я их назвал, 3 садика, да. Но, в принципе, я считаю, что были все-таки там причины, которые можно понять. Это, в первую очередь, пандемия. А нет, по садикам, полуодным объектам, кроме садиков, а садиков? Школа. Школа. Чтобы понимали депутаты, кто-то пошел. Ну, я вам сказал, да. У нас две школы, честно вам скажу, они должны были сдаться 31 декабря 2020 года. Малдебетовская школа на 275 мест на сегодняшний день на 100% готова. Даже строители оттуда вышли. В эту среду я выезжаю именно в северную зону, в Малдебетский район в том числе, именно уже смотреть процедуру, проводить процедуру приемки. Все замечания, которые мы высказали, потому что буквально 3 недели назад у нас была большая комиссия с Министерством Прокресения по нас, проектов, именно по строительству по образованию демографии, которые были на каждом объекте, в том числе на наших школах. Эта Малдебетовская школа, она практически готова на сегодняшний день. Что касается Троицкой школы, Троицкая школа, заказчик в виде администрации Целиного РНО, заключили дополнительные соглашения с вводом в эксплуатацию до 15 августа. То есть они берут на себя обязательства, чтобы 1 сентября школа будет уже готова, и дети 1 сентября пойдут. На сегодняшний день назначен директор школы, там и там, но в Целинном районе уже идет запись детей. В общем, в принципе, школы, надеясь на то, что мы именно вот это соглашение, именно по продвижению сроков сдачи в эксплуатацию, мы выдержим полностью и продвижим на ответ. Потому что там, в принципе, по финансам нет никаких проблем, как по одной, так и по другой школе. Вот это самое главное. А были какие сроки там? Это очередь детей на 1 сентября. На сегодняшний день, знаете, вот, я считаю, что нам ориентироваться на то, что сколько детей стоит в очереди до 3 лет и сколько у нас в наличии, это, наверное, будет немножко неправильно, потому что я как бы знаю ситуацию внутри. Потому что у нас ребенок родился, мама, выписавшись из роддома, идет и становится в электронную очередь. Но эта мама будет полтора года, ребенка не будет отдавать, это однозначно. То есть на сегодняшний день большой проблемы по наличию мест детских образовательных организаций, с учетом года дополнительных 420 мест у нас в течение этого и следующего года, я считаю, что будет вполне достаточно, чтобы и очерки у нас есть. Почему мы будем строить? Потому что у нас появляются сейчас заявки из населенных пунктов, в которых не было детских садов, как скажем, ну или там мало детей. И вот сейчас у нас вот такая проблема. Они обращаются в том числе и лично к президенту России, мы получаем поручение, и, конечно же, мы выполняем их. То есть я беру большие наши, вот, допустим, город, районы и центры. Вот где вот на самом деле, а вот так вот, допустим, в какой-то поселке, где нет ни клуба, ничего, есть только начальная школа или 8-летняя школа, конечно, там очень сложно и, допустим, верно жить. Но в регульте, в поселке Гульта, вы же знаете, как детский садик нам проявился. Пока мы не приехали, значит, в поручение, значит, ну, еще остальное, мы ходили вокруг, в округе, мы не могли принять решение. Почему? Потому что было политическое решение, значит, что строят там садик. Я и списки привозил, и все остальное. Что там 65 детей, и там необходим этот садик. Еще один вопрос, вот с этим грандикосным кадетским корпусом, вы его приняли или нет? По кадетскому корпусу, как ладно. В прошлом году мы понимали, что у нас денег не хватает, в ближайшее время никто нам не даст никаких денег. У нас по этому поводу есть три независимые судебные экспертизы, которые говорят, что на самом деле, ребята, вам денег не хватает, вы делали столько-то, 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 я говорю, как-то со стороны подрядчика. Тогда, в принципе, по согласованию с председателем правительства, в прошлом году, в конце года, мы приняли решение разделить этот объект на два кустовых комплекса. Мы проектно-следственную документацию разделили на два кустовых комплекса. Один кустовый комплекс – это все здания, оборудование и прилегающие территории, второй кустовый комплекс – это спортивная зона, это стадион, дорога, и все остальное. То есть мы решили бросить все силы на то, чтобы, потому что на тот момент, на лето прошлого года, у нас строительная готовность по зданию была практически 90 небольших процентов. Зачем вот сейчас распуляться, тем более на носу была дема. Мы сделали разделку проектно-следственной документации по двух кустовым комплексам, мы прошли экспертизу, получили заключение положительное, и все силы бросили на здание. Честно вам скажу, 15 февраля, сам лично поехал на приемку, по зданию никаких вопросов нет, подписали 7 актов и разрешение на год в эксплуатацию. И с 15 числа дети пошли учиться в новый корпус с новым оборудованием, с новыми смертными классами и все остальное. То есть на сегодняшний день хочу вам сказать, что в кадетском корпусе дети учатся. Абсолютно там никаких проблем по строительству нет. Сейчас мы ждем погоды, и буквально, вот как только позволит погода, мы выйдем на спортивную зону. И очень надеюсь, что до майских праздников, или до начала, до 1 июня, мы сделаем... Хорошо, хорошо, спасибо вам, уважаемые коллеги. У меня вопрос. Уважаемые коллеги, нам надо подразобраться, мы уже с вами 2 часа почти сидим, вот сейчас там сигнал мне поступил, Китинов плохо себя чувствует, давление поднялось, там, что-то вот, ну, все-таки послушать его как-то хотелось. Может быть, мы давайте быстро, оперативно зададим вопросы, китиново послушаем и делаем перерыв. Пожалуйста, Анастольевич, пожалуйста. Я, в общем-то, пожелание, и вопрос короткий. Троицкая школа когда должна была быть сдана? 31 декабря, 20 декабря. То есть мы запоздали. Вот пожелание, вот, все-таки детский отдых детей очень важен. У нас население бедное, большинство людей не имеет возможности детей отправить куда-то там, на моря и прочее. Поэтому, почему вы не включили хотя бы строительство двух новых лагерей в индивидуальную программу развития республики? Это была возможность сделать вообще без проблем, я считаю. Понятно, пожалуйста. Если есть что сказать, или планируете, чтобы рейтика была понятна? В принципе, вы знаете, да, на вторую пятилетку, в принципе, в ОИКР у нас есть такие планы. Дай Бог получше. Да вы могли в этой построить очереди? И уже деньги-то поступили уже? Да, что касается первой пятилетки, если честно, у нас были все эти вопросы, и по образованию, ничего по итогам не прошло. Ну, не буду говорить, что было много. Спасибо, Ольга Гавриевна. И будем завершать, уважаемые коллеги. У меня предложение. Очень сложно. Давайте предложить. По поводу питания в школах. Я сама стою в несколько чатах, в родительских, и действительно ситуация, ну, печальная, на мой взгляд. И у меня возражение. Если у вас есть комиссия по мониторингу качества питания в школах, в общеобразовательных учреждениях, я готова войти в эту комиссию. Если ее нет, то, может быть, активом организовать ее, потому что, действительно, большую часть времени наши дети проводят в школах. И основное питание у них происходит в обиденное время. Это когда дети находятся в школе и читаются. И как мы можем говорить о качественном образовании, если у нас нет качественного питания? Поэтому хотелось бы смотреть на продолжение дальше. И сразу втором моменте я хотела бы поблагодарить Министерство образования и науки, Министерство образования, у нас с 13 и 14 совместно прошло мероприятие, это Межрегиональный фестиваль по робототехнике за поддержку подаемых детей в области робототехники и программирования. Так как у нас пандемия на сегодняшний день, фестиваль прошел в формате очень дистанционно, и большее число участников были в дистанционном формате, но тем не менее, география, конечно, впечатляет. Я говорила до этого, 400 человек участников. Вчера мы дали отчет в фонд президентки грантов, оказалось, что у нас 502 участника было в этом фестивале. Поэтому спасибо большое за эту сторону работы. У меня дополнение к предложению Евгии Юрьевне. Вы знаете, вот наши депутаты, районные депутаты, элистинские депутаты пытались как раз контролировать качество продуктов питания, качество горячего питания, но сотрудники школы их не пускали. Вот у меня к вам предложение. Дать все-таки указания школам, чтобы депутатов хотя бы пускали. Становые школьные. Такие факты у нас зафиксированы. Я хочу продолжить, не отвечая. Уважаемые коллеги, вы видите, сколько вопросов. Это о чем говорит? Что министерство с обществом работает плохо. В том числе с депутатами. Поэтому, уважаемые коллеги, уважаемые министры, замминистра, давайте как-то системно выстраиваем. Я вот вообще хочу продолжать, поддержать предложение Салаева, что вот мы проведем мероприятие, отправим постановление, и давайте на следующий квартал послушаем о ходе выполнения министра, пригласим о ходе выполнения наших рекомендаций. Уважаемые коллеги, я убедительно прошу, просто нет времени, но... Да, два слова можно сказать. В принципе, я согласен с вами, да, что касается питания. Честно вам скажу, очень такая тема. У нас на сегодняшний день по питанию школу ленивый не проверяют. Честно вам скажу. Все надзорники, вся общественность, мы со своей стороны создали родительский контроль в каждой школе. Никаких вопросов ни для депутата, ни для простого человека прийти, и чтобы его не пустили, ну я не понимаю, наоборот, на каждой планерке мы говорим об основном дубле, значит, ребята, мы находимся в каждом этаже есть замечания, воспринимайте замечания, надо учить воспринимать замечания. Уважаемые коллеги, давайте мы вот так сделаем. Я вас просто убедительно попрошу, ну, как-то завершать надо ситуацию. Ну, пожелания, пожелания, пожалуйста. Уважаемый Геннадьевич, уважаемые коллеги, на что я обращаю внимание, о том, что очень серьезный вопрос в рамках вообще реализации послания президента страны, да, это детство. Сам раздел и сам доклад, который у нас носит характер в соответствии с законодательством ежегодного доклада о положении детей в республике Калмыкия и мерах, которых необходимо принять, конечно, рассматривать такой сжатый период нельзя. Это в первую очередь, поскольку вопросов очень много к Геннадьевичу, поскольку в его лице министерство формирует не только здоровую нацию, не только здоровое население, но и качество профессионального образования, которое получают наши дети, а это наше будущее. Поэтому, уважаемый Геннадьевич, все-таки есть такая просьба с моей стороны, как депутата народного курала, в рамках реализации послания президента страны, в рамках реализации закона об обеспечении горячим питанием детей младшего школьного возраста, все-таки дать возможность детям показать не только доступность этого бесплатного питания, но и качество. Это один момент. И второй момент, Геннадьевич, даже несмотря на ту ковидную ситуацию, которая сегодня сложилась, я поддерживаю коллегу Ольгу Юрьевну, поскольку в рамках национального проекта национальная экономика и цитровизация как раз тема выхода на более качественный уровень преподавания не только школьного, но и дополнительного школьного образования в рамках кванториума недопустимо, тем более передавать его под строительство ковидного госпитера с учетом того, что группа депутатов своевременно обращалась о том, что необходимо строительство отдельного инфекционного госпитера, который должен отвечать самой главной проблематике в республике. Это снижение количества смертности в республике Калмыкия от ковида. А ваша задача как профильного министерства использовать все возможности национального проекта образования и давать нам качественную, здоровую и качественную профессиональную плане наши будущие молодежи. Я бы буквально репликой два слова. Пожалуйста. Держу коллегу Булган Борисовну по поводу посещения министра. Я предлагаю, чтобы на будущее нам, если министра нет внимания просто потому что оно как бы геннонезней, это зам, зам привык отдельно направленно. Он не может знать все, что творительница. Для этого нам нужно надо спасибо за пожелание. Уважаемые коллеги, завершил нам доклад Герман Аргеньевич, мы его попросим присесть и попросим Кикенова подойти, если он еще там, Юрий Викторович, потому что он себя очень плохо чувствует, что-то в сознание чуть не пойдет. Вот давай, заходи. А что, министр не научился регулировать свое здоровье, что ли? А как он нас собирается лечить? Все бывают, все бывают. Мы все болеем. Все болеем, но врач есть врач. Да, спасибо. Пожалуйста, Юрий Викторович, вот с учетом вашей курсе, вашего здоровья, чтобы было нам все понятно, а мы в форме вопросов, пожеланий. Добрый день, Владимир Владимирович, добрый день, уважаемые депутаты, уважаемые коллеги, которые здесь присутствуют. В рамках доклада о состоянии здоровья детского населения должен отменить, что у нас 65 тысяч 106 детей, что вставляет 24% населения всей республики. Из них ЛС-127, 537, остальные в районах республики Колумбии. Сформировано двух уровней системы оказания медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи, 3 детских детских поликлинических отделений, в районах республики и кабинетах врачей-педиаторов в других 9 районах республики, также детское поликлиническое отделение, соматологическая поликлиника и подростковое отделение противопераполезного диспансера. Специализированную медицинскую помощь оказана СРДМЦ, Республиканский детский медицинский центр и Республиканский противопераполезный диспансер. За 2020 год стационарная помощь была оказана 6452 детям, то есть пролечилось такое количество детей в слое стационарной. Я считаю, что этого очень много, по сути, каждый десятый ребенок получил помощь стационарной, поэтому состояние здоровья детского населения не может не настораживать. Число детей инвалидов в Республике 1522, девочек 665, мальчик 857, первые установлены инвалидность 90 детям. По результатам контрольным, которые мы имеем в нас в проектах, это младенческая смертность 3,3 на тысячу родившихся, но у нас показатель ниже. 2,8 в 19-м году 1,4 материнской смертности допущено не было, сам провлечение получил 502 ребенка, из них 173 по принципу матери. вопрос следующий это диспансеризация детей. Это проводится, скажем, у нас несколько видео диспансеризации. Диспансеризация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это 100% детей отследует, диспансеризация детей, находящихся в стационарных учреждениях, также 100% и диспансеризация детей в целом, которые вообще по возрасту проходят под категорией детей, мы также стараемся показать в приблизительных 100% в качестве содоклада. Взаимодействие если можно со школой, соц. министерством, то есть вот как связка на ваш взгляд вашего министерства, с этими подразделениями, которые в том направлении работают? Я считаю, что взаимопонимание межведомственного настояного существует целый ряд межведомственных комиссий, на которых обсуждались этой комиссии поделаны совершеннолетних, эта комиссия поделана находящаяся трудной жизненной ситуации, кроме этого, безусловно, все социальные учреждения где расположены дети в постоянном режиме осматриваются медицинскими работниками, проводятся стопроцентная и спонсоризация детей, то, что вопрос возникал, где может нечет по поводу стажа медицинских работников в школах, то в городе у нас медицинские работники, работающие в школах, они основным местом работаем медицинские медицинские работники в городе в городе закреплены за администрации, поэтому они имеют и тот, и тот вид медицинского стажа. Школы являются совместительными. Если законодательная база изменится, я буду только рад. А на российское законодательство? Да. А вот можно выточнить? Вы сказали, что медицинский стаж значит из-за льготного стажа плюс медицинский стаж, да? Вот если медработник будет работать в школе, да? Что он теряет? Какой стаж? Он теряет льготный стаж, то есть ранний выход на пенсию. Он теряет льготный стаж, да? А медицинский не выйдет, он идет в медицинский работник, как обычно. И нужно понимать, что когда человек работает в медицинской организации, где руководителем является лицо с дипломом организации здравоохранения и имеется лицензия на медицинскую деятельность, то там у него может быть еще год и за годы два, годы шесть, в зависимости от выполняемых работ. Вообще, конечно, на мой взгляд, это абсолютно неправильно, здесь есть юридический нонсенс, когда образовательная организация имеет лицензию на медицинскую деятельность. Если мы посмотрим закон лицензирования, то лицензия на медицинскую деятельность дается в том случае, если руководитель этой организации имеет диплом по организации здравоохранения. Директор школы, будучи педагогом, естественно, было дипломом. не имеем. А какой это закон? Это юридический казус, который мы создались, прятали, но, к сожалению. В каком законе вот как раз говорится о медицинском стаже, ангопном стаже? Ну, я думаю, что это разные обращение к федеральному законодателю по урегулированию вот этой счастье. Подготовьте справку Натальи Сергеевны нам, и мы попробуем выйти снициативой. просто как это можно сказать? Пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста, Асфан Борисович. Нам вообще бы, конечно, говорили снициативой снициативой по СМИ потому что в прошлом году в конце года сейчас были вопросы по Минздраву. Давайте подейте, по Минздраву подпадать. Поэтому приглашайте, не отступать. Сразу хотел узнать, как раз я задавал вопросы от Дяди Юрьевича суверенекула. Была задолженность всю мыть учреждений перед науговой с басковым вносом. Насколько я знаю, в прошлом году тогда ставили планы, что все, мы там погасим, потому что самая большая задолженность была как раз-таки у детской резьбойницы Угьярской. И, соответственно, у других детских учреждений, а так понимать, может быть, поликлиники, районы или еще где-то тоже были. Соответственно, насколько я знаю, во-первых, даже еще задолженности прошлого года не погасено, хотя нам говорили, что все, в январе месяц и в феврале максимум вроде как погасили какие-то задолженности, все, были планы. Сейчас март месяц, насколько я знаю, насколько мне известно, задолженность и то, что покрасено, наоборот увеличилось. Можете прокомментировать и на данный момент какие-то планы? Потому что, опять же, это риски того, что сейчас счета будут заблокированы, на отличие жизни. Спасибо. Один вопрос. Все, спасибо. Я так понимаю, как организация медицинской помощи к детям не относится, но я готов ответить. Да, действительно, на сегодняшний день кардиторская задолженность всех медицинских к детям в динамике по сравнению 19-20-е годы возросла. 20-й год был, скажем так, неординарным и в масштабах России и приказом совместным Минздравом Российской Федерации и Фонд обязательного страхования были приняты положение, что все медицинские организации вне зависимости от выполнения ввоззадания финансировались в рамках 1-12-е по типу бюджетных учреждений. То есть, есть бюджет в организации, 1-12-е каждый месяц отдайте. Это было финансирование, что именно таким образом и приоритетом безусловно в 20-м году было лекарственное обеспечение по ковиду. Соответственно, те статьи, о которых вы говорите на сегодняшний день вызывают не меньше тревога, чем у вас. И по налоговой, и по второй статье. У нас есть организация, которая задолжена по первой статье. И мы уже неоднократно проводили совещание с Минфином, с Фомсом. выезжали совместно и с нашим министром финансов, первым запретом правительства, и с директором Фомса в Москву. Пытались увеличить объем дотации, но сейчас вопрос разрабатывается. Были в Минздраве с этим вопросом, потому что сейчас опять произошли изменения в Фомсе России, сейчас федеральные научно-минздравы и исследовательские центры включены в базовую программу Минфин. Чтобы дать им деньги, соответственно, со всех регионов определенную сумму средств сняли. Калмыкия потеряла примерно 250 миллионов рублей в 2021 году по сравнению с 2020. Здесь два факта. Деньги ушли на Минфе и у нас произошло уменьшение населения за страхованием. То есть примерно 200 миллионов у нас базовая программа Минус и рост и тариф и всего остального медикамента произошел, заработная плата должна увеличить, поэтому сейчас медорганизация находится в отрицательном Какой выход видит правительство и вымещает решение решения? Данное решение было и остается это оптимизация структуры системы здравоохранения помощи, создание трех районных медицинских центров на севере, востоке и западе и уменьшение остальных больниц объема видов медицинской помощи, потому что у нас все-таки почти 5000 медицинских работников на наше население и самое главное количество способов Давайте это в отдельную тему вынесем Давайте по детской теме по здоровью детей пожалуйста есть вопросы? Если нет, желающие будут У меня вопрос Виктория Васильевич Я, пожалуйста Виктория Васильевич Скажите, правильно я понимаю из того заклада который нам был представлен что дом ребенка специализированно относится ваше видение Да Они были у нас на балансе но сейчас мы рассматриваем возможность передачи в виду медсоциум или в медсоциум То есть все равно у меня вопрос по дому ребенка Дело в том, что в рамках депутатской деятельности мы ежегодно оказываем помощь потерянную помощь 1 июня в День защиты детей учреждениям соцзащиты и Дому ребенка в частности и медикаментами и развивающими играми для детей Вот И вы знаете были вот на Чкалово 23 как раз в период пандемии Они находились конечно в закрытом режиме работы Но тем не менее мы увидели выключающую картину касающуюся игровых площадок во дворе этого учреждения Дело в том, что я так понимаю что здесь находятся дети оставшиеся в основном сироты дети оставшиеся в из-за лечения родителей и находящиеся в трудной жизненной ситуации Конечно хотелось бы чтобы на этот момент обратили внимание потому что не смотреть страшно во-первых детские площадки то что там находятся абсолютно соответствует требования безопасности детей тем более если это дети с какими-то ограниченными возможностями то я думаю что этот момент должен получить должное внимание со стороны соответствующего ведомства нужно на это обратить внимание почему потому что это угрожает непосредственно здоровью и безопасности этих детей и конечно же им способствует их физическому развитию в том числе Да безусловно в абсолютно правой работе по приведению дома ребенка по изменению нормальной состоянии начали в 18-19-м году мы сделали внутренние работы сделали пангусы сделали возможности аварийных выходов по предписанию и надзорных органов и были сделаны проекты но к сожалению в 20-й год внес свои огромные коллективы дома ребенка финансируются строго из республиканского бюджета там нет дарифа ОМС и по окончании пандемийной игры мы будем готовить безусловно проект с документацией мы начали эти работы и действительно сделали можете посмотреть внутри все что было сделано и коллектив там это очень позитивно оцениваемые дети но то что мы планировали развести благоустройство территории и к сожалению эти планы ровные больше нет пожелания пожелания пожалуйста ну соответственно мы в прошлый раз говорили что столько комиссия 1 марта за должность детской республики за должность 55 миллионов 55 миллионов этот вопрос не решает это сейчас хоть вот мы говорим не совсем к данному вопросу относятся но как это 55 миллионов за должность в детской республике мы сейчас говорим за детское здоровье да там детская республика у нас давайте протокольно мы сейчас это запишем да приедет представитель правительства мы доведем просто мы обсуждали тогда бюджет да первое второе чтение у нас с министром как раз таки да финансов были очень большие пления по этому поводу и он нам обещал обещал здесь склятно обещал почему мы сказали что что Калмыкия ну республика не может быть без бюджета надо принимать в таком